Друзья, всем привет! Мы снимаем ролики на тему бизнеса, малого бизнеса. И зачастую я встречал комментарии, ну расскажи про тех, у кого этот бизнес перерос в средний. И вот сегодня мы познакомимся с человеком, которому буквально в ноябре 2021 года исполнилось 32 года. И у него есть свое собственное здание в Москве. Мы сейчас находимся в районе Алтуфьева. И вот это здание, которое вы видите, принадлежит одному человеку, которому 32 года. Вы скажете, нифига себе, кто он, кто у него родители. Вот сегодня мы с ним детально поговорим. Человек действительно интересный, будет познавательно послушать про его, например, образование. У многих из вас, я знаю, что растут дети, многие задумываются, куда отправить учиться. Это тот самый сын маминой подруги. Вот казалось бы, у человека две руки, две ноги, одна голова. Но почему? У него в 32 года есть здание, у него сейчас есть бизнес с салонами красоты. Он вложился в бизнес, где строятся деревянные дома. У него есть еще здание по Москве. Как такое возможно? Откуда деньги? Вот давайте пойдем сейчас к нему в офис. Он ждет нас в кабинете. Познакомимся и этот день проведем с ним. Пообщаемся, послушаем его историю. Пусть он нам расскажет, как люди добиваются высот, как в России ведут средний бизнес. Человек открыт, ждет нас, харизматичен. Пойдемте к нему и продолжим наш диалог. На момент съемки сегодня воскресенье, время 10 утра. Мы сейчас с вами проходим по каворкинг-центру. Но дверь первая. Мы заходим сюда и за вот этой серой дверью скрывается кабинет Андрея, где мы, собственно, начнем с вами записывать интервью. Пойдемте с ним знакомиться. Андрей Андреевич, могу? Можно, можно. Друзья, заходим в уютный кабинет. Все сделано на самом деле в таком, знаете, лофт, что ли, стиле. Знакомьтесь, Андрей Скрипко. Очень приятно. Человеку 32 года и почему-то у него сегодня есть, наверное, все. Но есть к чему стремиться, мы с тобой об этом поговорим. Друзья, я в первую очередь хочу быть честен с вами, честен с тобой. У тебя есть личный менеджер, который ведет твои дела в плане съемок Ютьюба. И он заказывал мне рекламу своего канала. Все правильно. И так получилось то, что я действительно начал смотреть твой канал, посмотрел несколько выпусков, и мне даже дико стало интересно. Ну как так, Андрюх, смотри, мы с тобой практически ровесники. Ты старше меня на полгода. Ты проживал в Москве, отучился 11 классов в школе. Потом ты, получается, поступаешь в высшую школу экономики на какой-то там крутой факультет. А после этого ты улетаешь учиться в Англию в Оксу и заканчиваешь его с отличием. На сегодняшний день мы сидим у тебя в офисе, это здание, которое ты купил сам, это 8500 квадратов. У тебя еще есть здание, которое ты особо не афишируешь, но они есть. У тебя есть еще, короче, ты сын маминой подруги. Как такое вообще возможно? Вот начать я хочу с тобой вот именно с образования. Школа, это ясно. Когда ты поступала на факультет, на какой высшей школе экономики? МИЭВ, Международный институт экономики и финансов. Это программа двух дипломов, то есть российская, ну диплом высшей школы экономики и диплом лондонской школы экономики. Как бы одновременно получаешь и российский диплом и английский диплом. Обучение длится пять лет? Четыре. Четыре года. Это обычный бакалавр, не как на специалитет раньше был, да? Сейчас они умирают. Это обычный бакалавр, не специалитет. И ты прям действительно учился, то есть не та самая история, когда устраиваешься в институт и раз в неделю ходишь. Во-первых, тут надо ремарочку сделать. Я поступил на МИЭВ без экзаменов, потому что я выиграл все рост по экономике и по предпринимательской деятельности. Плюс ко всему, у меня еще учительница очень обиделась, что я не пошел мехмат, потому что у меня диплом второй степенции Московской Олимпиады по математике. Поэтому, в принципе, я выбирал вообще из всех факультетов. Куда пойти? Ну да, я выбирал из всех факультетов. Но тут опять ремарочка, если честно, я особо не выбирал, а так, как бы сказать, поездила мама и сказала, Андрей, выбери, вот тут есть несколько хороших институтов. Я пришел в вышку, там ребята выглядели самыми наглыми, если хочешь, такими как бы не ботаниками, а нагловатыми. Я подумал, о, хороший факультет, как бы, да, поэтому туда и пошел. И ты, получается, поступил на бюджет? Да, на бюджет, причем на бюджете, так как это МИЭФ, это необычный факультет, там еще два диплома, в Англии нет бесплатного образования. То есть, как у нас, вот бюджета в Англии нет. Я учился абсолютно бесплатно в вышке, потому что сама вышка оплачивала за меня еще английскую программу. Нас таких было всего пять человек. Это вот ровно первые пять мест с Российской Олимпиады школьников по экономике. Закончил, на бюджете один я. Остальные там, один ушел в Академ, другой слетел с рейтинга. Но нужно было оставаться, короче, в топ-5 рейтинга по году, чтобы тебя бесплатно оплачивали. Поэтому, да, я всю вышку получился бесплатно. Слушай, вот кратко, прямо здесь. В любом случае, этот вопрос, он вот всегда вот так вот идет. Отец, депутат, бизнесмен, крутой магнат. Мама, депутат, бизнесмен, крутой магнат. Вот именно поэтому тебе там давали денег. Вот кратко, чем у тебя вообще родители занимаются на тот момент, когда ты поступаешь в университет и когда ты уезжаешь учиться в Англию? Ну, не только, когда я еще маленький был. У меня, в принципе, папа с мамой занимались бизнесом, это не секрет. Вначале они были вместе, они развелись, когда у меня сколько было? Лет шесть, наверное, да. Папа так и остался бизнесменом, до сих пор работает. Тоже недвижимость, кстати, есть. Которые мне много пишут люди в комментариях, а как там другие ООшки? Да, я говорю, ребята, все правильно, другие ООшки тоже есть, не мои это ООшки. Они были бизнесменами, если хочешь, предпринимателями. Я не скажу, что прям крупное предпринимательство, но нормально. Но Мерседес тебе подарили на 18 лет? Нет. Первая машина у меня была Киа Спектра. Шикарная тачка на самом деле, да. Да, да, да. Киа Спектра, классная тачка, но есть такое выражение, кто на что учился. Сейчас мы с вами сделаем перемещение, и я вам покажу автомобиль Андрея. Это один из автомобилей Андрея, который он купил специально для того, чтобы на нем путешествовать. И немножко его переделал. У этого сюжета очень много информации, очень много материала. Поэтому периодически мы будем перемещаться на разные локации, чтобы он получился насыщенным и с динамикой. Приятного просмотра. Мы перемещаемся на улицу, где стоит автомобиль. Вот я попросил специально Андрея, чтобы он приехал на нем. Друзья, вот все любители тачек, вы сейчас просто кайфанете. Ну действительно, потому что в машину вложили душу и деньги. Посмотрите, это Lexus LX 570 2019 года. Ты его покупал за 7 миллионов 700 тысяч рублей и вложил в него еще столько же. Еще столько же, но учитывая переделки, даже больше. Расскажи, расскажи, что с ним было сделано. Первое, что LX 570 еле едет. Да, поэтому здесь стоит... Открыть багажник. Давай, давай, открывай. Здесь TRD-шный компрессор стоит. Колеса, зацените какие. Вот, это компрессор TRD. Теперь выдает 570 сил машинка. Проблема Lexus Toyota, у них нету реальных блокировок передней и задней оси. Они эмулируются тормозами. Поэтому здесь стоит ARB-шный компрессор и пневмоблокировки передней и задней оси. Да, самый хороший компрессор стоит. Конечно же, много допов, света, поэтому два аккумулятора. Под капотом стоит BCDC, это система зарядки аккумуляторов. Мощный пневмогудок, лебедка. Под номером, да, у тебя скрытая? Лебедка под номером. Не только лебедка, видишь, рядом, это недавнее дополнение. Это розетка для зарядки. Где-то, подожди, вот, розетка для зарядки от солнечной батареи. Охренеть, блин. То есть, если солнечный расфигарил и заряжаешь аккумулятор от солнечной батареи, это для кемпинга. То есть, машина готовится под долгие стоянки где-то. Можно остановиться, все делать. Конечно же, если есть компрессор, то есть подкачка колес. Вот у нас чудесный ниппель для подкачки. Плюс выведены два ниппеля в этот. Два ниппеля в машину выведены, чтобы не было, не надо было мерзнуть. Вон, покажу, давайте. Слушай, колеса у тебя, это вообще просто огонь какой-то. То есть, значит, изначально, ну, сделан лифт, подвески, арки и все остальное, это арктик траковские. Ага. То есть, арки арктик траковские, колеса 325-е, самый широкий, который лазит, 35-й радиус. На самом деле, они довольно жестковатые, видите, небольшой профиль колеса. Это такой модный вариант для Москвы, на самом деле, просто для каких-то поездок. В далекие покатушки одевается обычный 17-й радиус, такие же 35-е колеса, но они гораздо меньше. Бак у тебя здесь какой-то тоже, космический. Сейчас мы давай по фронту доделаем. Значит, шноркель сделан. Safari Armax сам большой, чтобы можно было тонуть, так сказать. И по сколько ты можешь заехать в брод? В брод ты можешь сколько хочешь заехать, вот посюда, но там-то мотору все равно. У тебя зальется весь кузов. Так, короче, условно. Ну да, но у тебя зальется все остальное внутри. Ну, то есть ты там в воде будешь. Вторая итерация багажника силового уже, это вторая итерация. Это принцу багажника, который из Америки привезен, сделан специально под этот Lexus. Они делали совместно такую коллаборацию, я у них купил. Плюс ARB-шные люстры. До этого у меня висела люстра Rigid, адапт, самая мощная. Поменял на ARB-ш, у меня она ярче кажется, две люстры, выглядит мощнее. Здесь сделаны дополнительные баки. Штатный бак 140 литров, здесь бак 280, то есть два бака, грубо говоря. 280 литров, это чтобы увеличить автономность хода. Хватает, если ехать агрессивно, то где-то на 1300 километров мне, а Лене хватает на 1600. Запаска выведена на силовой бампер, фаркоп, розетка для крепления фаркопа, вот это вот чудо дефтикон. Есть две камеры, обычная, легческая камера, которая смывайки, но она грязнится. И камера для дальнобоев, которая вот так вот открывается, поэтому она всегда чистая. Плюс освещение для движения задним ходом. Плюс еще дополнительно, видишь, габаритные огни тоже для движения задним ходом. То есть, все по максимуму сделано, чтобы где бы ты не ехал, все было светленько. Давай я покажу, что там вообще внутри скрывается. Ты сейчас багажник так открывать будешь? Слушай, номерочек-то в очереди, да, постоял удачно? Ну, у меня друг занимается номерами, поэтому... Ну, да, в очереди постоял, удачно в ГИБДД так фортануло. Это рундук. Вторая итерация рундука. Значит, холодильник, чтобы можно было куда-то ездить. Такие полочки мы сделали, чтобы можно было сюда убирать, еще что-то. Эта часть оставлена, здесь можно комфортно спать, если разложить сиденье одному человеку. Рундуки, а в рундуках еще у нас есть специальные столики. Это вот последняя итерация, потому что я хотел, чтобы были какие-то столики. Но он не хлипкий, так-то. Ну, стоит, ну как есть. Ну, типа чеку попить нормально, да? Да, да, но все-таки вот такие условия. Значит, там с другой стороны вот этой прибулы, сейчас покажем. Там целый спектр розеток, здесь, конечно, до посвящения, там все остальное, там уже никого не удивишь. В общем, рундук мне нравится, как получилось в итоге. Шторки, цыганские шторки, которые себе пишут, а цыганчина. Ребята, я ездил на Ямал, все люди, которые ездят на Ямал, говорят, что это просто огнище, самое лучшее. От холода, да? При минус 50, вы даже не представляете, как шпарит холодно. Вы будете в пуховике и в шапке ездить, чтобы не простудиться. Шторку закрыл, и все, и ты прям как в ЖД-вагоне. Давайте по внутрянке пройдем, что ли? Немножечко. Значит, ну... Перешит салон, да, полностью. Да, салон перешит, это МБС-ный салон. Заднее сиденье оставлено как были, ток перешитый. Здесь у нас прячется Вебаста. Вебаста выведена специально в бортовую вентиляцию заднюю. То есть можно включить, если, например, спишь в машине, или просто заднее сиденье холодно на Ямале, Вебаста будет дуть штатную бортовую систему. Только задних рядов. Потому что передние справляются. Шумоизоляцию, наверное, какую-нибудь делу, да? Конечно, шумоизоляция, доводчики дверей. Вот эта хрень, кстати, на Ямале прям я волновался, когда они прям так... С последних сил. А изначально не идет, да? Нет, это же Лексус, как у тебя. Это ничего здесь не идет. Сколько пробег у тебя сейчас реальный? 40 тысяч. 30 тысяч? Да, очень ничем. Слушай, это ты вот эту машину купил себе и переделал вот так вот для того, чтобы путешествовать? Ну, и вообще мне как бы хотелось тачку, которая мне бы нравилась. Да, потому что... Ну, я не фанат, например, BMW. Ну, что-то сейчас... Ну, потому что у тебя нет BMW. BMW с машины серьезная, блядь. Это надо уметь. Да нет, BMW хорошая в управляемости. Но мне упорно не нравится такой какой-то пластик, еще что-то. Я люблю... Например, Audi сейчас делают шикарные тачки, да? Но мне не нравится такой обилие тачи. Мне нравится, чтобы он все-таки был как автомобиль такой. Видишь, как ты правильно сказал? Я вот выгляжу как этот сын директора. Да-да-да, на батинной тачке ездишь, блядь, приехал. Самое смешное, я говорю, учился за границей, да, а никак не могу. Говорится, вот человек... У тебя еще пальтишко такое советскую стиль, шапочка. Человека можно забрать из Бутова, а Бутова из человека нельзя. Я все-таки в Бутово вырос, поэтому... Слушай, Андрюха, ну комфорта на нем по городу передвигаться, на таких колесах, вот вообще в целом? Здесь пневма, здесь пневма, ну как сказать... Ну не шумит, не прям такое ощущение, вот оно прям гуденько все равно. Сравнивая с тем, как он был без этих колес, да, шумит. Сравнивая с тем же Туарегом, то тише даже с такими колесами, чем в Туареге без них. Потому что сделано хороший шум, все реально хорошо сделано. Народ смотрит? Народ смотрит. А, охеревает, наверное, все, блядь. Дайте я покажу реально, как вы же крутые штуки, в которых... Первое, видите, у нас все спрятано. Это управление лебедкой, то есть свободный ход, включение питания лебедки, резервный АКБ. Там два аккумулятора, чтобы прикуриваться от второго аккумулятора, можешь просто нажать, он тебе прикурит сам. Даже выходите, наверное, офигенно. Значит, вот там у нас висит, видите, штучка такая маленькая? Видеорегистратор? Это рация, это УКВ-рация, да, на 60 киловатт, 55, чтобы быть точным. Самая хорошая, мощная, с маленькой антеннкой снаружи, то есть ничего лишнего. А нет этой самой штуки? Конечно, есть, он где-то лежит. А, в этом? Тангетка, конечно. А, короче, просто подключаешь, да? Вывод, вывод сделан, видишь, под тангетку специально вот сюда. То есть вставляешь его просто, и все, витая пара. Вот это, на самом деле, самая крутая хреновина. Даже не телефон. Это АРБ-шная хреновина. Ого, блин. Это АРБ-шная хреновина, значит, раньше все было с кнопочек. Сейчас все сделано сюда, то есть АРБ подцепило все, что есть, всю управление, то есть вебаста, инвертор, холодильник, посвета. То есть как это можно сделать? Например, люстру берем и выбираем, какой режим работы люстры. Вот у меня стоит, например, работа с дальним светом. Значит, когда я буду включать дальний свет, будет включаться люстра. Короче, типа ты можешь моргать, у тебя она тоже. Да, я могу моргать, я для этого сделал. Я могу моргать заднюю жену. А Андрюха, блин, нифига у тебя тачка, блин, ну реально, блин, пацаны. Ну согласитесь, вот с точки зрения того, чтобы попередвигаться на таком автомобиле, ну это, блин, ну кайф. Я просто даже слов не могу подобрать. Есть на сегодняшний день здесь то, чего не хватает автомобилю, то, что ты хочешь доделать еще? Ну, чуть задний спальник переделаем. В целом, сейчас в автомобиле я сделал все, что планировал изначально. Остались только небольшие доделки по багажнику сверху. Это там будет установлена такая съемная палатка. То есть если ехать летом куда-то, такая, знаете, палатка такая, Джеймс Барут раскладывающая. Там будет палатка, маркиза, все остальное, она будет такая съемная. То есть это мы добавим, а так в целом, единственное, что мне еще не пришло, это другой. Сейчас вот люди должны написать, что кто-то готовит Лексус, у него хреновые углы. А у тебя катализатор родной или он удален? Он удален. Удален, да, чувствую, что прям сильно пахнет. Углы въезда хреновые, поэтому здесь будет другой силовой бампер. Он на самом деле на таможне лежит в Литве. Из Америки уже приехал. И другие пороги силовые, чтобы можно было их не сломать. Силовой бампер тоже от Принсу, то есть такой же подзаказ, сделанный в Америке. Их коллаборации с Лексусом. То есть мы машину доделываем. Денег реально, конечно, стоит до хрена, никто не спорит. Но если вы сравните, например, с тем же, не знаю, Геликом, да, то есть Гелик в топовой комплектации стоит дороже, чем вот эта машина со всеми вложениями. Да, то есть ценники как бы, ну, улетели в космос. Вот, закончив высшую школу экономики, ты уезжаешь учиться в Англию. Больше всего, что интересно, ну, вот действительно, есть ли вообще какая-то разница по образованию? Многие люди думают, что там прям образование вообще мощь. Вот ты, поучившись здесь, на мощной факультете, в мощном университете и там, что скажешь по этому поводу? Ну, во-первых, хочу сказать, что, ну, такой гигантской разницы у нас не было. Во-первых, это не реклама МИЭФа, но чем МИЭФ отличался от остальных факультетов, обучение там было на английском языке. То есть мы сдавали одновременно и русские экзамены, то есть обычно эти ГОСТы, все остальные, плюс мы сдавали международные экзамены, то есть английские экзамены. В принципе, из-за того, что я там учился, я знал какое там образование. А что касается уровня, вот, людей, которые учатся, я могу сказать, у меня это было несколько раз в жизни вообще, в принципе, в начале, когда я школу закончил с золотой медалью, да, но мне казалось, что школа там, ну, что там, не так много людей. Типа легко все, да? Ну, да, ну, типа, сейчас я приду в институт, а там будут вот, все такие умные, я буду как бы, мне очень, я очень опасался того, что я вдруг не буду хорошим, как бы дурачком. Мне не нравилось это никогда. Не потому, что я такой ботаник, вот мама хитро со мной делала, она, как бы, я не очень любил учиться. Ну, я мог там дурака валять, а она говорила, ну, вот, а вот они будут лучше тебя, и все будут думать, что они умеют тебя, хотя они не умеют тебя. То есть такая вот родительская манипуляция, да, и мне это очень, как бы, гложило. Я когда в вышку поступал, я тоже думал, ну, там же будут лучше, вообще лучше. Казалось, что мне это обычные, как бы, обычные ребята. Потом такое же было, когда я поступал в Англию. Я думал, ну, в Англию там вообще собрались, там, китайцы там задрачивают эти экзамены, там, вообще всю жизнь этим занимаются, ну, прям вообще мозги будут. Я приехал и удивился, на самом деле, во-первых, европейцы образованы гораздо хуже, чем китайцы-индусы, да. Англичане вообще от всех отстают, потому что в Англии, ну, в защиту англичан, надо сказать, у них бакалавр три года, а не четыре. То есть они, в принципе, на один год меньше учатся, у них так программа выстроена. Да, у них, как бы, в школе чуть дольше, а в институте чуть меньше. Поэтому, на мой личный взгляд, вот, на тот момент, как я учился, уровень образования в России, ну, наложим сюда, что все-таки мы, плюс международная программа была, он был даже выше, чем то, что преподавали там. То есть Оксфорд, да, там хорошие профессора, но ничего особенного там не было, да, и не по сложности образования, не по тому, что дают. Там было просто особенно по самому антуражу, потому что это старые здания, все так красиво, это как бы город-институт, такого в России нету реально, как опыт, это очень прикольно. Плюс это открывает, конечно, двери, куда ты хочешь работать, пожалуйста, потому что русский диплом, он все-таки за границей, ну, не так, конечно. Никто не знает, ни высшую школу экономики, никто этого за границей не знает в компании. Оксфорд знают все. То есть, получается, ты заканчиваешь школу у нас с золотой медалью, ты заканчиваешь высшую школу экономики. В первом рейтинге и с красным дипломом. Высшую школу экономики, офигеть, потом ты уезжаешь в Оксфорд. Получается, закончив Оксфорд тоже одним из лучших учеников, больше ты никуда учиться не ходил, правильно? Дальше ты пошел работать, верно я понимаю? Да, но если не считать, я закончил еще миллиард заочных финансовых программ, если хочешь. Но вот люди, которые, может, из финансового мира, знают, я закончил CFA, это Certified Financial Analyst, это самый крупный сертификат по финансам. Там тоже три года заочно сдаешь экзамены, там такой вот типа книг. Закончил ФРМ, это по риск-менеджменту, закончил ACI, это для дилинга. Что там я еще закончил? Надо у меня в этом в резюме... Короче, список, наград есть еще. Короче, я объясню, какая логика, да, это к чему делается. Самое важное, что нужно, зачем образование на самом деле? Помимо того, что оно научит тебя думать, образование нужно, чтобы твое резюме отличалось от других. То есть, если ты хочешь устроиться на хорошую работу, тебе нужно, чтобы твое резюме прям цепляло. То есть, HR открывает твое резюме и говорит, о, отличие у Оксфора там, 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 молодец, закончил очередь и зовет тебя дальше. Дальше на интервью, соответственно, с работодателями, они смотрят уже, какой ты. Чтобы попасть просто изначально в этот пул, твое резюме должно отличаться. Поэтому не только я, все, кто из России переезжали в Англию, работали, учиться, они очень много сдавали дополнительных сертификатов. Это прям нужно, потому что брать иностранцев, где бы то ни было в Европе, это не так просто. На них нужна квота, это как бы крупная компания должна быть. Поэтому, ну, ты стараешься как-то выделиться. Друзья, я думаю, самое время немного разбавить и пройтись по зданию, посмотреть вообще, что есть. Андрюх, ну, честно скажу, внешний вид, конечно, не прям вау-бизнес-центр. Советское здание, у тебя вот такой цвет костюмчик еще очень хороший, тоже такой, знаешь, ты сын советского директора. Такое ощущение, как будто мы к тебе приехали, знаешь, там по наследству тебе перепало, и внутри такое вот тона есть, ну, старое здание. Тем не менее, здесь у тебя раньше ничего не было. Вот сюда, ты говоришь, 20 миллионов вложил? Каждый этаж вот такой, да, 20 миллионов это обходится. Это 20 миллионов, это включая вот все эти антресольные конструкции, замена всего освещения, все инженерки, вот эти боксики, мини-склады, плюс новые окна, покраска, утепление. Вот это все, вот это вот противопожарная красочка у нас, то есть все конструкции, все по нормам сделано. Самому забыть. Да, не-не, реально по нормам, потому что себе дороже, если что-то сгорит, не дай бог, я же как собственник. Ответственность бешеная. Слушай, я правильно понимаю, что вот за нашей спиной остается коворкинг-центр, дальше уже тупик. Давайте, давайте я объясню, да, здание, ну, мы на плане, наверное, покажем, здание буквы Г вообще, это как бы называется, это не бизнес-центр, это офисно-складской центр. Вы должны понять, что офисы, кроме коворкинга, коворкинг такой, нормально выглядит, все остальные офисы здесь цешки. Мы сейчас пройдем, я покажу. Это старые офисы, которых ремонт делался в начале 2000-х годов, да, склады были все вообще в плачевном состоянии. Вы должны понять, коммуникации электрика не менялась здесь с момента постройки зданий в 80-х годах, да, это что, это вечные проблемы, протечки, пожароопасности. Мы вот так полномерно реконструируем все здание, то есть, например, весь первый этаж, он уже целиком тоже поменял, все поменяли, всю проводку, электрику, все, антресольки построили, здесь тоже все настроили, все поменяли. Это второй этаж, складских этажей 4, да, офисных этажей 6, если считать антресольку, и еще подвал 7, то есть, подвал мы сейчас ремонтируем, складские, офисные помещения более-менее нормальные, вот коворкинг поменяли, то есть, здание мы привели в порядок, да. Вот это типичный складской этаж, как он здесь есть, площадь этажа 1000 метров, разделен на два яруса, то есть, первый ярус 1000, второй тоже 1000, на нижнем ярусе у нас, мы сейчас покажем, боксы индивидуального хранения, которые мы сдаем в партнерстве с Кладовкин, компания такая, есть несколько компаний, компания Кладовкин, это не реклама, в общем, мы... А как, вот расскажи, пожалуйста, как это вообще работает, ну, стоят эти боксы, и что тут? Смотрите, вот эти боксы у нас, видите, ни ключей, ничего нет, да, заходите на сайт Кладовкина, там приобретаете, соответственно, какой-то бокс, оплачиваете, дальше вы можете из приложения, вот так приходите, нажимаете кнопку, пункт, и ваш бокс вам откроется. То есть, вот это вот откроется с приложения, а я сюда попасть могу как, прямо через здание, что ли? Вы сюда подходите, там есть отдельный вход с ворота, специально для въезда, мы их покажем, можем, там просто так же по пин-коду, вот по такому набираете пин-код, открываются ворота, выезжаете, паркуетесь, все, пользуетесь лифтом, попадаете в здание. А сколько площадь вот этой Кладовки? А они разные, они от полутора метров до пятнадцати. А вот сейчас мы поговорим о том, что для многих, друзья, самая настоящая мечта. Вот вы просто представьте, Андрюха приходит на работу, это я, да, с твоего позволения, Андрюха, Андрей Андреевич, приходит на работу и получает вот такую себе, так скажем, сводочку. Что это такое? Здесь расписано, у него здание, семь этажей, включает сокольное. И ему прямо расписывают на каждом этаже, кто сидит в аренде, кто сколько платит. И вот так вот ты сидишь, попиваешь утром двойное эспрессо, листаешь, здесь у тебя озон. Ну, в общем, всех мы перечислять не будем. Сам факт того, что все работает в белую, поэтому человек не боится назвать доходы, они примерно шесть, шесть с половиной миллионов рублей в месяц, ребята. Блин, Андрюх, ну круто. Но при этом возникает сразу вопрос. Когда ты купил это здание, мы находимся внутри МК, да, Алтуфьево, здесь рядом торговый центр, жилые дома, ну, расположение очень хорошее. За сколько ты его купил и где ты на это заработал? Пока ты в Европе работал трейдингом, он расскажи, пожалуйста. Значит, здание я покупал в два этапа. Первый этап я купил большую часть здания, 70,5 тысяч метров, я купил за 242,5 миллиона. Да, это здание я купил у человека, который специализируется на покупке, выгодное здание и перепродаже. То есть он купил его у Уралсиба, который отобрал здание с долги и мне перепродал чуть дороже. Ну, то есть копейку он там по знакомству купил. Следующую часть здания, последние тысячи метров, я купил на торгах, потому что она принадлежала унитарному предприятию Хруничево. Что-то там военное не делают, вот на торгах они выстроили. Я купил это в этом году еще за 50, ну, чуть меньше, 49 миллионов. То есть вот суммарно чуть меньше 300 миллионов цена здания. Плюс то, что я вложил в реконструкцию. Значит, вопрос, откуда деньги? А вот к этой беседе мы вернемся, но здесь в тему послушать про его карьерный рост. Столько регалий, столько образования, мозги работают, где он работал. Давайте послушаем. Вот у нас сегодня на момент съемки выходит ролик на канале, где мы общались с человеком, который 20 лет прожил в США. Он работал дальновойщиком, он вот рассказывает про миграцию трудовую. Что вот люди, многие смотрят YouTube и там все хотят выехать в Америку, но при этом едут туда работать водителем Uber, такси, дальнобой, мувинг, тот же самый грузчик. В общем, работают такие, можно сказать, то, с чего все начинается. В твоем случае, вот, да, с твоими знаниями, ты когда заканчиваешь Oxford, насколько я знаю, ты сначала остался работать в Европе. Да, я в Европе. Вот расскажи, пожалуйста, первое место работы, как ты туда устроился, если можно, какой-то был вот оклад, чтобы просто людям было понятно. Конечно, конечно. Значит, смотрите, ну, в Европу, я сказал, все едут, чтобы остаться там в работе. Это важно. Это важно для финсектора, для финансового сектора, я объясню почему. Дело в том, что есть большая разница между тем, как воспринимают сотрудников в России в финсекторе и за границей. В России, если ты начнешь работать в финансовом секторе в России, у тебя зарплата будет расти очень медленно. Большие зарплаты в России платят только экспатам. То есть те, кто либо позвали из-за границы, либо иностранцам, либо русских, которые вернули. Если ты начал свою карьеру в России, тебе получить большую зарплату в принципе тяжело, такая есть проблема. Потому что все работодатели понимают, что, ну, ты со строчкой резюме в российском банке, к примеру, не уедешь работать за границей, они возьмут. Поэтому люди, кто как-то, ну, ценит образование, там, карьеру хочет построить, они пытаются начать работать именно за границей. Я не один такой. У меня с факультета тоже несколько человек уехал. Кто-то в Америку уехал, кто-то в Германию уехал. Я вообще думал всегда, я хотел работать, вот как человек с финансов. У меня было две компании, где я хотел, три точнее, Джипи Морган, Голдман Сакс и Морган Стендер. Голдман Сакс вообще не ответил ничего на мою подачу. То есть она там спустя год, они написали там, извините, мы там не будем рассматривать. Но в Морган Стендер все было хорошо, я там, они приезжали в кампус, я прошел все их асэсменты дни. На финальном интервью, когда уже все, как бы, они все нормально, там только давайте команду посмотрят. Это была очень любопытная история. Пришла вся команда, это, и один из команд, тоже молодой парень, он стал выпендриваться. Ну, там, финансовые, задают вопросы по финансовым знаниям, там, ну, то есть, какие-то там оценки опционов, там еще чего-нибудь такое. Он стал выпендриваться, да. А так как, ну, это дух конкуренции, если хочешь, да, я указал ему, что он неправильно считает, да, там неправильно, неправильно. И все, типа, все хорошо, это. Потом мне Чарль звонил и сказал, вы знаете, да-да, вы очень умный, но вы слишком надменный для нашего коллектива, да. Поэтому мы решили вас не брать. Поэтому я выбирал из двух компаний, это Баркласс. Баркласс была, у них довольно большая программа стажировок была, у них 6 месяцев, стандартная программа стажировок 6 месяцев. Баркласс хороший бренд, да, но я выбрал Коммерсбанк. Почему Коммерсбанк? Потому что Коммерсбанк мне единственная компания, которая сразу предложила full-time. То есть, полноценный, полный найм. Почему они предложили, потому что так совпало, что когда я был у них на вот этих финальных раундах интервью, там был начальник всех департамента товарно-сырьевых рынков, он со мной поговорил, он говорит, Андрей, ты русскоговорящий, а не хочешь ли ты вообще поехать в Люксембург? Я говорю, Люксембург? Я вообще как бы не рассматривал эту страну, ты знаешь, что у тебя в Люксембурге нет? Я вообще не знаю, что там как бы маленькая страна есть и все. Он говорит, ну у нас там вообще-то там хед офис торговли драгметаллами, и им как бы нужен еще один человек, да, ты как бы без опыта, но ты русскоговорящий, и неплохо было бы, чтобы был русскоговорящий, потому что у них там только один человек русскоговорящий, обычно дески собирают, чтобы были там на китайском, говорят, знаете, чтобы разные языки... Международные. Международные дески были, да. Я такой говорю, ну блин, а почему нет? Да, это же сразу полноценное предложение, мне было все равно где работать на самом деле, да, хотя Англию я подавал только в Англию, как бы, чтобы было понятно. И все, я отработал в начале 4 месяца в Англии, это было как, ну, типа обучение, исходишь, и потом переехал в Люксембург. Это получается в каком году ты переезжаешь в Люксембург? В 2012. И это получается то первое официальное место работы, где ты прямо постоянно работаешь. Как это происходило? Ты переезжаешь в Люксембург, нужно где-то жить. Да. 5-2 рабочий день. Все правильно, да. Где живешь, сколько за это надо было платить, и сколько, самое главное, зарплата там грязными, чистыми? Да, зарплата там только чистыми, да, в Европе в конвертах. Не, ну я имею в виду, дали там вычеты налогов, ну знаешь, как бы, там, типа 10 тысяч платим, а на руки получаешь 8. Да, 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 смотрите, я могу сказать, сколько у меня была первая зарплата. Первая зарплата, которую мы говорили, была 80 тысяч евро в год, да, и сколько, посчитайте, сколько это было в месяц. Это на момент 2012 года? Это было 6-600. Налоги в Люксембурге, что-то там они съедали порядка 1600, короче, где-то 5, 4,5, если быть честным, где-то вот так вот. А квартиру они тебе оплачивали? Первые три месяца есть пакетный переезд, это, в принципе, все компании тебе предоставляют. То есть три месяца они тебе предоставляют какое-то жилье, да, у тебя три месяца, ты живешь в их квартире. За это время ты должен найти свою квартиру. Я нашел квартиру, помню, этот домик был, на первом этаже жили семья пожилая, на втором этаже они сдавали, это дюплекс, то есть там два входа, ну, как бы он их весит, они зарабатывают в втором этаже. Платили за него что-то 880, по-моему, евро в месяц, да, плюс, ну, коммуналка. Короче, у тебя, можно сказать, за вычетом налогов, аренды жилья оставалось на руки 3,5 тысячи евро. Что-то такое, да. Но это вот на момент 2012 года, это вообще как-то нормально там для Европы или это копейки? Нет, ну это не копейки, это хорошая зарплата, но опять, вы должны понимать это, если говорить о... Ну, Люксембург, давайте, во-первых, Люксембург, страна богатая, да, по уровню ВВП на душу населения, она самая богатая в Европе, да, если на то пошло. Чтобы понять, большая это зарплата или нет, зарплата водителя автобуса в Люксембурге 150 тысяч в год, поэтому относительно... Да, потому что у них водитель автобуса, это прям пачку, у них нет метро, да, что логично. У них единственный общественный транспорт, это автобус. И поэтому водители автобуса со всеми социальными доплатами получают на 150 тысяч евро, это крутая зарплата, реально, да, это прям реально водители автобуса получают такие деньги. Я получал 80, 80 хорошие деньги, то есть люди, которые приезжают на работу строить или еще что-то, получают там 1040-30, да, то есть это хорошие деньги, не супер большие. Но надо понимать, что, во-первых, в финансах всегда платится бонус, ну то есть в конце года ты получаешь, это называется, discretionary бонус, это бонус, который не прописан. Никак относительно. Тринадцатая зарплата. Но она не прописана, и она может быть как ноль, так и несколько годовых окладов, то есть она, это больше зависит от твоего личного перфоманса, от того, как работал в целом Деск и как работал банк, ну то есть вся компания в целом, вот такая сложная схема. В Ликшемурге я поработал, сейчас чтоб не набрать, там три года, по-моему. А вот чем ты занимался, вот три года, твоя задача основная какая была? Значит, моя основная задача, сейчас я вам расскажу, как это основа трейдера, что ли. Давай, давай, вот это интересно просто, сейчас у меня для тебя есть пару интересных вопросов. Давайте я расскажу, во-первых, раз я разошел, то, что вот, вообще когда меня спрашивают, кем ты работал, я говорю трейдером, да, я сразу вижу скепсис в глазах людей, потому что восприятие людей, трейдер, это вот как Артем Маслов, да, я открыл в Дубаях себе этот монитор, там с утра нажал, купил, продал и ушел. Это к трейдеру вообще не имеет ничего общего, чтобы вы поняли, что трейдер настоящий, это называется управление книгами, торговыми книгами. Торговая книга это что такое? У тебя есть огромное количество сделок, которые банк еще до тебя сделал. Например, приходят, вот я в коммерции, работал в коммерсбанке, приходят к коммерсбанку любые компании, там, может быть, российские прийти, может прийти, там, европейские компании, тот же РВЕ к нам приходил, который пришел работать, вот РВЕ, там, ИОН, там, еще энергетические компании приходят и говорят, ребята, нам нужен вот такой инструмент, который обезопасит нас от риска. То есть, к примеру, компания добывает уголь, да, что компания боится, что уголь упадет, и она хочет иметь вот опцион, например, о том, что если уголь упадет ниже такой цены, они получат какую-то сумму денег, и это там на 10 лет вперед. Такого продукта на рынке нету, его просто не существует, да, ты берешь этот продукт с помощью финансовой математики, оцениваешь его, да, дальше думаешь, каким образом ты сам будешь его страховать для себя, то есть, какими простыми инструментами, там, фьючерсами, опционами, там, акциями ты будешь его страховать, чтобы риск убрать с себя. То есть, ты клиенту дал цену этого продукта, он его взял, с тобой сделал сделку, все, он застрахован, ему насрать, да, он с тобой. Вот у вас есть договоренная график платежей ему, что он получит, если то-то произойдет с ценой, да, но ты этот риск оставляешь на себе, и должен его постоянно как-то мониторить и перекрывать, да, то есть, например, на 10 лет вперед, представляешься, и таких сделок огромное количество. Они падают все, так называемые, в общий портфель, и ты смотришь на эти сделки не в рамках каждой одной конкретной сделки, а в рамках того, как они влияют на весь твой целый портфель, да, и каждый день, как ты его ребалансируешь, что-то покупаешь, что-то продаешь, что-то оцениваешь. Трейдинг – это очень большая математика, то есть, это все надо оценивать, там есть разные модели, например, как поведет себя портфель, если волатильность рынка изменится. Вот люди, которые обучают трейдингу, они вообще о слове о волатильности не говорят, то есть, в их понятии трейдинг – это я купил сегодня акцию, завтра продал акцию, я заработал. На самом деле, самое страшное на рынке – это не это, самое страшное – это волатильность. То есть, если твоя акция начнется вот так, вверх-вниз летать, даже если она закончит там же, где была, все, это может убить тебя напрочь, да? Блин, Андрюха, а ни хрена ты, блин, да, ребята, вот что скажете? Я просто слушаю, Андрюха, у меня даже голова начала болеть, потому что информация пошла. Смотрел фильм «Олигарх» с Машковым? А, который… Помнишь, там был момент, когда мужик такой, с такой дикцией, про рубль, а не вот перчатку что-то по кругу, он такой, ни хера, бля, я не понял, ну башка у тебя варя, бля, вот это вот неплохо было бы сейчас сюда вставить. Я залез в интернет, написал «Андрей Скрипко, биржа, трейдинг», и увидел, это следующее было, увидел первое, что в 15-м году ты конкретно вошел в какой-то список бирж по миру, и ты от России там занял чуть ли не первое место с графиком 95%. Это что такое вообще? Второе – это чемпионат мира по Форексу, торговля на валютах была. Это я, как сказать, так я занимался товарно-сырьевыми рынками, я официально не имел права торговать вне компании этими же активами, которыми я торгую. Такая, как бы, ну, вечный запрет. Почему? Потому что, кстати, важный аспект, потому что трейдеры, которые профессионально работают трейдерами, да, ну, во-первых, у них есть больше информации о рынке, что происходит в рынке, где стоят там уровни ордеров и тому подобное. И, в принципе, в большинстве компаний, они пишут запрет на торговлю теми же самыми инструментами на себя. Поэтому я торговал валютами, я торговал там товарно-сырьевыми ресурсами, валютами, я торговал, чемпионат мира был по трейдингу, в Америке делается просто, ты регистрируешь аккаунт у их брокера, чтобы они видели твои сделки, твой доход, и в конце года они смотрят, кто показывает максимальный доход там с минимальной просадкой. Ну, просадка – это капитал проваливается, да. Вот один год я, точнее, я несколько лет участвовал, так честно говоря, но один год я только попал в призы, вот второе место я занял, то, что ты говоришь. Да, это такое было. Это не суперогромный чемпионат, я хочу сразу сказать, у трейдеров нет такого, как Олимпийские игры, еще что-то. Ну да, они, кстати, жалуются на это, да, говорят, что, типа, где, блин, что-то помощнее. Ну, где проявить себя, но это не суперогромный чемпионат, да, он существует, я, правда, там выиграл, да, но хочу сказать, что там, как и в трейдинге везде, огромное влияние оказывает случайность. Как я перешел из Люксембурга в Германию, все очень просто. Когда я работал в Люксембурге, у нас пришел к нам паренек работать на стажировку, да, он поработал на шесть месяцев, а потом, как совпало, ушел, он сам был немец, ушел как раз в эту компанию, тоже с этажером в RWE. И там они, это компания, которая, RWE Supply Trading, это компания, ну, аналог российского Газпрома. Там в Германии есть две крупные компании, и он, и RWE. Вот они никогда не занимались трейдингом металлов и драгметаллов, они хотели сделать деск, вот как это, отдел по торговле драгметалом. Они искали кого-то более сеньор, ну, то есть с большим опытом там и тому подобное, но штука в том, что у них штаб-квартира и местная работа находилась в городе Эссен, Германии. Крутые трейдеры, прямо скажу, в город Эссен на тот момент, ну, с опытом там а-ля 15 лет, ехать не хотели, и я бы спустя 10 лет туда тоже бы не поехал, да, то есть это просто небольшой городок промышленный, где все раньше принадлежало Тисенкруппу, уже семья такая известная, которая немецкая лифта, и сейчас лифты есть, Тисенкрупп, в свое время они там полгермании владели. У них там штаб-квартира, там особо делать нечего, рядом единственный большой город Дюссельдорф, плюс ко всему, но на новое место работы, где нет деска, часто люди ехать не хотят, да, потому что как бы непонятно, как будет, какие бонусы будут, плюс, наверное, для них были не такие супер-крутые предложения, и тут он просто так что-то разговорит, там начальник, он сказал, а что, говорит, вот там есть парень умный, да, он там 3 года типа отработал, вот такой тролевая, все знает, все делает, давайте его позовем. Они просто позвали меня, да, как бы, ну, на интервью, ну, мне позвонил вначале хэдхантер, ну, то есть трейдеров обычно нанимают через хэдхантеров, да, это такие люди, которые ищут. Ну, понятно, охотники за головами, так, наверное, и могут перестать. Какая-то условия получает, вот, ну, нашли меня через хэдхантера, я приехал туда на интервью, все, пообщались, они, да, как бы, здорово, все знает, можно сделать деск. И так получилось, что в RWE, вот, компании, я стал, как бы, я создал деск торговый аргметаллами, его раньше не было. Нет, подожди, Андрюх, а тебя позвали-то на каких условиях? Что тебе по зарплате предложили, по жилью, вот, вот, вот эти тонкости? Ну, значит, что по жилью мне предложили? По жилью все то же самое мне предложили, да, это оплачивать переезд плюс 3 месяца, да, это у них стандартные европейские условия, мне заплатили бонус за переезд, это был 150 тысяч евро, это просто они бонусом заплатили, потому что я, как бы, разово, разово, я там не доплачивал, они мне, как бы, заплатили за это, плюс они предложили мне зарплату, зарплата у меня была 200, тебе чистыми надо, да? Ну, ты назови грязными, чтобы, ну, просто интересно. Ну, что-то там у меня было 225, что-ли, что-то такое, чистыми у меня выходило в год, они мне предложили, это большая зарплата, прям большая зарплата была для меня в тот момент, ну, то есть, считайте, у меня, конечно... Все равно два раза больше, да? Ну, да, учитывая, что мне Коммерсбанк платил бонус, но в целом зарплату они предложили в два раза больше, плюс у меня был бонус, привязанный от перформанса, то есть, да... Ну, ты задачи, которые тебя звали, справился? Да, да, я ДЭСК там создал, но я могу сказать, мне не нравилась там работа, если так уж между нами, компания была хорошая, но в целом они заточены были под... Другой, они были заточены под ресурсы, там, газ, нефть, это у них все было в фаворе, все остальное, как бы, было на втором плане немножко. И в целом Германию было тяжело существовать, если вам интересно, как вот экспату жить, да? В Эссенге я жил, никто по-английски, кроме как в компании, не говорил, да? Я по-немецки не бум-бум, поэтому даже покупая мясо в магазинах, я показывал, хочу вот этот кусок, хочу вот этот кусок там, да, то есть, они вообще ничего не понимали, то есть, немцы по-английски не говорят. В Люксембурге, сами люксембургцы говорили все по-английски, они говорили на английском, французском и немецком, да, это все люксембургцы. Там было много экспатов, на самом деле, тоже из Германии и Франции, вот французы, которые были в Люксембурге, ни на чем, кроме французского, не говорили, поэтому в Люксембурге я стал учить французский, это мой нелюбимый язык. Ну, ты выучил? Нет, это годик. Ну, так маленький можешь, да, что-нибудь? Чем апель, Дима. Да, вот. Тема. Да. А тут деньги. Давайте я объясню. В целом, люди, которые, не только я, люди, которые работают в трейдинге, результативность, хорошая результативность работы, это к окончанию твоей трудовой деятельности, которая у каждого в разном возрасте, это 10 миллионов долларов или евро, как себя определяет. Обычно люди вот на эту цифру могут рассчитывать, если они отработают, ну, грубо говоря, лет 10 в трейдинге. Я отработал в трейдинге, правда, меньше. Это правда, если вы посчитаете, там меньше лет. Значит, откуда деньги? Все очень просто. Часть этих денег – это трудовые доходы и бонусы, да, часть этих денег – это моя торговля на себя. Не вся эта торговля, как бы, официально разрешена в том смысле, что получалось, что я торгую активами, которые я подписывал, делать нельзя. Это в Европе актуально. В России такого запрета нет. Вот в Европе, когда, например, я работал в компаниях и торговал драгметаллы, официально я не мог это делать. Да, ну, как бы, они это запрещают. Там много логики, чтобы ты, во-первых, ты более-менее понимаешь, как рынок работает, чтобы ты не участвовал, плюс, чтобы ты не конкурировал сам с собой, чтобы ты хотел зарабатывать на компании, не на себя. В общем, часть из этого – это моя личная торговля. Как-то вот так. Звучит обтекаемо. Не, ну, звучит так, что, понятное дело, что за твою деятельность, тем более с теми зарплатами, которые ты озвучивал, и здесь, и понятное дело, что львиная доля – это даже не зарплата, а с трейдинга ты сделал. Ну, блин, слушай, Андрюха, ну это круто, это ты мозгами зарабатываешь. Да, я просто хочу объяснить штуку вот какая. Часто люди, которые не могли объяснять, куда заработали денег, я помню, в мою бытность, сейчас они говорят, мы заработали на биткоинах, в мою бытность они говорили, мы заработали на квестах. Помните, квесты были популярны, у меня некоторые знакомые тоже, хрен знает, кто где-то украл, кто-то это. Мы, говорят, на квестах заработали, мы открыли первый квест, это была такая фишка. Я понимаю, что люди всегда хотят больше информативности, я пытаюсь вот что объяснить. Даже если убрать все внеурочные, вне рабочие заработки, вы должны понять, что чисто с рабочих заработок я зарабатывал тоже очень много, поэтому я всегда радую за то, что вы должны в первую очередь пытаться построить карьеру в каком-то направлении, потому что даже если у вас не получится разбогатеть, скажем так, вы, по крайней мере, будете зарабатывать очень хорошие деньги, просто работая по найму. Я лупил всегда именно в это. То есть я строил себе карьеру, чтобы у меня были хорошие заработки по найму, а параллельно я как раз-таки пытался и торговал на себя. То есть какие-то стратегии, которые ты учишь, ты используешь и в компании, и на себя. Плюс, например, когда я работал в Люксембурге, я отвечал еще за спотовую книжку. Спотовая книжка – это книжка, где клиенты оставляют ордера. То есть вы должны понять, если я вижу, на каких уровнях стоят ордера клиентов, я в принципе понимаю, что если рынок дойдет до этого уровня, то он двинется соответственно дальше. Потому что я должен сам, я должен буду исполнить их ордера и сам двину рынок. Так вот, вот такого рода знания дают тебе понимание, где нужно самому входить на рынок, когда ты сам на себя торгуешь, это такая небольшая этическая проблема, что вроде ты используешь ту информацию, которой нет у других. Знаете, вот инсайдерская торговля. Инсайдерская торговля в понимании людей – это когда ты директор компании и ты рассказал своему другу о том, какие у тебя будут финансовые результаты в этом году в отчетности. Это такой ярый показатель инсайдерской торговли, но в трейдинге ее много. То есть есть своего рода, когда ты знаешь, где стоят ордера, это тоже своего рода инсайдерская торговля. И да, это часто запрещается. Я сейчас так это легко говорю, потому что, ну, это было в Люксембурге, как говорится, дела давно минувших дней, и никто не пострадал, никто не это, и я всегда смогу сказать, да, это я Диме наврал, поэтому… Короче, мы, как люди, особо в это не посвященные в большей степени, сейчас послушать, сейчас скажем, а, финансовый шулер, хитрый, все знает, понятно. Слушай, сколько денег ушло на реконструкцию? Ну, надо понимать, что здание что-то зарабатывало, да, если убрать то, что оно зарабатывало в эти моменты, просто на реконструкцию, сейчас на данный момент я потратил 80 миллионов рублей. У тебя на сегодняшний день еще есть какие-то объекты недвижимости в собственности? Да, есть. Какие-то объекты, я буду вам показывать у себя на канале, там… Это обязательно, оставим ссылки, все понятно. Там они освещаются, я просто объясню, показывается только этот объект, а в принципе мы здесь находимся, потому что здесь происходит какая-то реконструкция, есть объекты, которые просто сданы в аренду, один вы видели там, вот на Кужуховке, это Кужуховская 28, по-моему, это здание 2300 метров, оно тоже просто сдано в аренду, оно просто мне приносит деньги, там тоже все в белую, оно приносит мне 2 миллиона рублей, ежемесячно, все как бы один арендатор, целиком здание забрал, я с ним ничего не делал, просто как бы выгнал старых, сдал новому арендатору. Андрей, казалось бы, не жизнь, а мечта, классное образование, голова варит, живешь в Европе, получаешь солидные деньги, живи не хочу. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил уехать из Германии обратно в Россию и куда ты перешел работать? Ну, значит, первое, что хочу сказать, я, в принципе, никогда не планировал переезд в Европу на постоянку, это для меня был все время как опыт, который я хотел получить, чтобы потом вернуться, вернуться в каком статусе, это уже вопрос, но оставаться там жить я не хотел по нескольким причинам. Во-первых, я верю в пословицу, где родился, там пригодился, то есть я все равно воспринимаю себя русским, в том смысле, что даже находясь за границей, я ощущаю свою привязанность не к окружающей среде, а к какой-то исторической общности, если хотите. На самом деле, я могу долго про это говорить, я вообще люблю историю, я считаю, что осознание собственной истории для человека очень важно, то есть он должен себя позиционировать неразрывно с каким-то этносом, с какой-то культурой, с какой-то страной. Это должно давать ему основу и базу, если хотите. Плюс ко всему, банально, мне комфортнее в России, потому что я чувствую, что здесь по менталитету мне легче что-то делать, что-то решить. В Европе все-таки нужно перестроиться. И еще одна немаловажная причина – это родители и родственники. Вот люди, которые уезжают жить, например, в Европу или в Америку, что еще хуже, где разные часовые пояса, каким образом они существуют вместе со своими родителями, то есть они живут по факту отдельной жизнью. У них есть родители, которые живут в России, они сами живут за границей. Надо понимать, что родители стареют, и видеться раз в год или пару раз в год с родителями, наверное, не совсем правильно, потому что есть какие-то долги, если хотите, и за родителями тоже нужно ухаживать. Да, и мне хочется все-таки, мне хотелось всегда подарить как-то хорошую жизнь маме, если хотите. Я писал как-то у себя в Инстагране, что у меня важная веха для меня была вообще, когда я ей на 55-летие подарил машину хорошую, я тогда осознавал, что наконец-то я могу что-то дать сам, не только получать, а что-то дать. Поэтому я в принципе не представлял, каким образом я могу строить семью, именно семью, когда жена, дети в другой стране. Почему? Потому что, во-первых, дети вырастут с другим менталитетом, с другой культурой. Нельзя детям привить какой-то свой национальный менталитет, если вы живете в другой культуре. Это будет как турецкий анклав в Амстердаме. То есть надо жить тогда с закрытой общностью, тогда вопрос, зачем, собственно, куда-то переезжать, если вы строите маленький Китай в Америке, как это бывает, в Чайна-Таун. Слушай, а вот в деталях, например, если пообщаться, проживая там, работая, как выглядит твой рабочий день? То есть ты, получается, приходишь, вот так за компьютер сел туда в него, да? Ну давайте, давайте, я скажу, как вообще выглядит рабочий день. Во-первых, у меня не такой компьютер, а, во-первых, шесть, там плюс какие-нибудь боковые мониторы, да, то есть мониторы, с утра ты приходишь. Первое, что ты делаешь, это обновляешь все кривые. То есть вы должны понять, рынок, он не спит. То есть пока вы спите, работает Америка, потом Азия, там что-то происходит, поэтому ты приходишь и спрашиваешь, цены ты видишь, у тебя автоматом они подтягиваются, но ты не видишь кривульки ставок, волатильности, все остальное. Ты у брокеров спрашиваешь все эти данные, вносишь себе в систему, смотришь, как твой портфель на это все отреагировал, да? Смотришь, если что-то исполнилось, какие-то ордера за время, пока тебя не было. И дальше ты, соответственно, начинаешь, если ты работаешь клиентские сделки, то к тебе приходят клиентские сделки начинают приходить. Если ты работаешь, как я, в пробтрекинге, то сидишь и начинаешь думать, как бы, какие позиции нужно сделать, чтобы заработать денег и что. Есть какая-то рутина, которую ты постоянно делаешь, то, что тебе постоянно приносит деньги, ты начинаешь это делать просто. Но в целом это вечное взаимодействие, это контроль рынков, взаимодействие с брокерами, если есть клиенты, то есть взаимодействие с селлзами и клиентами. То есть это вечно такой порочный круг. То есть ты целый день за столом сидишь, за компьютером? Целый день за столом. Ты можешь уйти. У трейдера график ненормированный. То есть я могу, когда хочешь прийти, в принципе, когда хочешь уйти, всем все равно, сколько времени ты провел за компьютером. Всем важно, что по итогу ты получишь. Вот у меня люди, которые у меня работают, часто обижаются. Они говорят, Андрей, мы старались, а ты не ценишься. Я говорю, да я-то не знаю, старались вы или нет. Я вижу только конечный результат. Я же не стою через плечо, не вижу этого. Конечного результата нет, что я сделаю. Вот по факту, сколько в день ты работал? 8 часов, 6, 5, 10? Я работал в день. В Люксембурге я работал с 8, где-то до 7. Ну, при том, что ты всегда на связи, если что-то случится. Но я вот это время в офисе находился. В Германии я находился с 8 до где-то 10 вечера. Вот тебе во сколько хочешь прийти, во сколько хочешь уйти. Но, 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 но. Я как бы ходил, ел. А, есть ходил? Конечно, ходил есть. Ничего себе, покушать с вами. Играл в сквож. Играл в сквож. Проблема в чем? Проблема, вы должны понять. Рынок, он не нон-стоп, он двигается. У рынка есть такие периоды, когда он активен. Период, когда он активен, например, открытие европейской сессии. То есть, в 10 часов утра там открывается биржа, вот начинается открытие там, какое-то активное движение. Дальше активное движение получается там в 3 часа дня, когда открывается американская сессия. Да, потом он опять как бы немножко тормозит. То есть, все происходит активно, когда люди приходят на работу. Поэтому это вот основное время. В остальное время ты как бы не знаешь. Может вообще ничего не происходить. Поэтому в идеале трейдер, он находится недалеко от компьютера. Там сквож был в Германии. Там был сквож и фитнес-зал. То есть, я ходил просто, у меня было там 3 минуты до моего рабочего места. Ты просто там же играешь, там занимаешь спортом. Короче, как в кино, парень. Да, как в кино. Плюс ко всему в Германии, так как пробтрейдинг, у меня еще дома стояли компьютеры. Там, правда, 3 стояло монитора. Также был доступ, я мог из дома. То есть, иногда я вставал утром, я что-то делал утром из дома. Но, еще раз хочу объяснить, да, это ни хрена не торговля на островах, которые вам продают. То есть, вы сидите такие, открыли компьютер там, и у меня сейчас дня спокойно, я могу все проверить. Хрен там, да. То есть, если у вас какие-то открытые позиции, да, недолгосрочные, а вот крупные позиции, опционы, фьючерские, стратегии, там, колар, еще что-то, они двигаются, меняются. Нужно часто принимать решения. Например, когда был Brexit, этот дебильный, которым я денег нормально таки потерял. Я в офис пришел в 8 утра, а ушел в 9 вечера через день. То есть, даже не на следующий день, а через день. Вот это все время я просто там провел, там, покемарил, там, несколько часов на кресле. Потому что было просто вакханалие на рынках. Мы еще с коллегой лоханулись, прямо скажем. Я думаю, что Brexit не будет, это до сих пор у меня какая-то боль моя. Я думаю, что Brexit невозможен, да. Просто мы сидели в прямом эфире, смотрели, это как будто эти, когда голоса, все регионы начинали там публиковать данные. Там за выход, за выход. И там фунт начинал падать. Я говорю, все это хрень, там, золото росло, фунт падает. Все это хрень, они не выйдут. Да, я точно верю, что они, мы берем фунт, мы брали еще больше фунта, брали на всякие. Это просто было сплошной ужас, да, кромешный ад, короче. Да, это время было прям, ну, с одной стороны, потому что часто вот такие моменты, понимаете, вы должны принять решение очень быстро, да. И там все очень быстро меняется. То есть, когда вы видите, я же торгую на свои деньги, да. То есть, вот ты торговал на свои деньги, ты видел, там, твой аккаунт там падает, там, грубо говоря, там, 10-20 тысяч евро, к примеру, там, в 30 секунд. Да, ты бы запаниковал, а когда торгуешь на деньги компании, и ты видишь, что твой аккаунт там двигается в миллионы, да, за каждую минуту, ты начинаешь паниковать, как бы тебя не посадили. Поэтому, поэтому, да, там, как бы, есть свои риски, потому что ты всегда должен контролировать. Мы сейчас находимся возле твоего здания, получается, на территории. Здесь у тебя и таксопарк есть в аренду, и вот различные места, куда люди подъезжают грузиться, уезжать. Даже точечка есть с пропаном, ну, пропан, газ, такая тема-то хорошая. Андрей, я знаю, что ты еще проинвестировал деньги в строительство деревянных домов. У вас есть отдельная история, вот, с бизнесом. Ты на своем канале про это много рассказывал, и в дальнейшем, я так понимаю, будет рассказывать. Друзья, есть ли какие-то вопросы в процессе ролика, у вас будут возникать, вам что-то непонятно? Мы ссылку на тебя оставляем, заходите, и вот ему, где он наврал, где неправда, чтобы он в дальнейшем мог это почитать, отработать. Да, чтобы захочет, снимет вам обратную связь, расскажет, подскажет. Вопрос, у тебя это есть, зачем ты решил вкладываться в строительство деревянных домов? Что, неужели прям прибыльно там? Нет, не прибыльно, если так, в таком остатке, не ради прибыли. Логика какая, ребята, кто занимался этим, ну, владелец компании, Олег Иван, я их знал давно, они мне дом построили деревянный. У нас были такие хорошие отношения, где-то, ну, такие дружеские, поэтому у них довольно сложный был период, и вот мы решили, что я смогу им помочь, плюс компанию как-то вывести на новый уровень. Потому что она существует довольно долго, строят они довольно много, но прибыль там явно не астрономическая. Поэтому идея была, что с какими-то доп. инвестициями плюс свежим взглядом от меня сможем как-то реорганизовать компанию. А во-вторых, мне, в принципе, нравится вся история с деревяшками. Да, я сам люблю дерево, все, что сделано из дерева, дома деревянные, мебель деревянные, все люблю. Опять, да, как директор мясокомбината, знаешь, как раньше. Дачку, 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 дачку. Сколько ты денег занес ребятам? Мы оценили компанию в 28 миллионов, что-то такое, ну, чуть меньше 30 вообще. Да, мы оценили их компанию, плюс они там часть были должны, вот, считайте, 60% от этого я им занес. За то, чтобы, ну, часть ушла опять в компанию, как реинвестиции, часть там они на себя потратили. Это в каком году было? Да это было вот в прошлом, весной 21-го. Слушай, я знаю, что ты специально не стал заносить все 100% для того, чтобы они тоже не расслаблялись, чувствовали на себя ответственность и как бы старались зарабатывать денег. Вот спустя того, с того дня, как ты занес денег, что, хоть какой-то, хоть рубль-то получили пока? Мы только сейчас вносим, мы сейчас только вносим, да. Да, там еще операционку пополняли. Штука какая, я объясню. Ну, во-первых, прошло не так много времени, да. Во-вторых, чтобы бизнес как-то масштабировать, вначале нужно пополнять оборотку. В этом году сейчас мы делим как бы их на две компании. Слободской лес производства пиломатериалов и Слободской лес рубка и стройка срубов. То есть отделка, вот это все деревянное домостроение, плюс отделка отдельно, производство отдельно. Мы их делим на две компании, поэтому пополняем оборотку и там, и там. Смотреть надо будет по результатам года. Я могу сказать, какая цель, план по каждому из направлений этого бизнеса. Миллион двести пятьдесят тысяч рублей чистой прибыли в конце года. Ну, то есть в месяц в среднем они должны зарабатывать эти направления. Откуда такая цифра? Тут у меня есть в голове всегда одна цифра. В общем, у меня шестьдесят процентов компании было, двадцать у Вани, двадцать у Олега. Почему не сто? Ну, понятно, потому что бизнес операционный, им нужно заниматься. Если я заберу себе всю компанию, значит, сам должен ей максимально и заниматься. Люди в чужой компании хуже работают. Сейчас мы поделили, у Олега с Ваней останется по двадцать процентов в их направлениях, то бишь у меня восемьдесят останется. Потому что я доп. инвестиции в нашу компанию, грубо говоря, стану в два раза больше по факту. Ну, считайте, доли их размыли, сейчас, так по-простому. Ну, что получится? Миллион двести пятьдесят, значит, я буду себе получать чистую прибыль, должен в месяц миллион. Это та цифра, от которой для меня начинается бизнес. Все, что до миллиона, я бизнесом не воспринимаю. То есть, это деньги, которые, если ты тратишь много времени на получение там лишних триста тысяч рублей, то это неэффективно приложенные усилия. Я знаю, вам кажется, это странно, цифра звучит, но у меня вот миллион – это такой критерий для меня, который отделяет хобби, грубо говоря, от бизнеса. Цель на этот год – компанию деревянного производства превратить в прибыльный бизнес. Вот такая цель. Короче, друзья, это отдельная история, про это, как говорится, можно выезжать. Кадры вам в любом случае с коптера показали, как это плюс-минус выглядит. Поэтому тема такая, сезонная, как показывает практика, мы так много снимали сюжеты. Это на любителя. Но она денег приносит, потому что это как показ, практика. Мы приезжаем, люди строят дома, делают и перепродают. Купил землю, построил, но вы знаете, на канале это все есть, поэтому в любом случае, если интересно будет, можете полистать, посмотреть у него. Андрюх, наверняка сейчас кто-то посмотрел, скажет, типа, ух ты, ёпта, ничего себе. Значит, денег дал пацанам, а вот у меня идея есть. Знаешь, Андрюха, Андрюха, хорошая идея, деньги будут. И, соответственно, тебе сейчас 100 вопросов, куда тебе писать из серии, чтобы ты дал инвестиции и так далее. Хороший вопрос, я сразу объясню. На самом деле, это смешно, аудитория маленькая, но уже пишут некоторые люди, отправляют мне бизнес-идеи. Бизнес-идеи это обычно просто файл ворд с парой строчек, то есть вообще как бы ни о чем. Логика какая, да, я под неизвестные бизнес-проекты денег не дают. В том смысле, что вы поймите правильно, что Олег, что Иван, я людей знаю давно. Есть еще люди, кому я даю какие-то деньги, я их либо знаю давно, либо схема понятная. То есть вы можете прийти и сказать, Андрей, мы хотим попросить денег на вот это, вот это. Я скажу, хорошо, а что вы заставите в залог? Вы скажете, ну мы оставим в залог квартиру. Без проблем, можем разговаривать. Если вы просто хотите, под честное слово, получить от меня деньги, учитывая, что я вас вижу первый раз в жизни, то, конечно же, нет. Потому что операционный бизнес, все, на что вы будете просить деньги, это операционный бизнес. Он на той операционной, что деньги могут улетучиться просто в момент все. Это не покупка какого-то объекта, да, под перепродажу. Это просто вклад в оборотку и операционку бизнеса. Так вот, если ты людей не знаешь, либо если ты сам целиком этот бизнес не контролируешь, туда влазить не нужно. То есть, короче, если я к тебе приду и скажу, Андрюха, лям в биткоин вложу, верну, схема мне понятна, не прокатит. Я скажу, без проблем, давай я твою бэху возьму, на себя перерегистрирую. А я не хочу так, я так не хочу. Друзья, короче, я вам предлагаю отправиться в центр города. Есть такая станция метро Сухаревская. Она находится в пределах Садового кольца. Я вам сейчас показываю карту. У тебя еще был проект из серии, ты запустил 6 или даже 7 салонов красоты. Там их, по-моему, мы закрыли аж, по-моему, 4, сейчас осталось 4. То есть, мы как бы оптимизировались. Салон красоты, мы их вначале открывали, потом закрывали, открывали другие. Короче, фишка в том, что ты в этой теме не шаришь. Я вообще не шарю. Но ты туда пошел. Вот давайте там сейчас поговорим и посмотрим, что она в себя внесет и сколько денег туда было зарыто. В итоге переезд, ты, получается, получил предложение или как? Или как ты вернулся обратно в Москву? Такая же история, плюс-минус, как с Германией. Я несколько раз общался, на самом деле, уже до этого с Headhunter, с различных российских компаний. Я до этого общался с Сбербанком. С Сбербанком я даже ездил сюда на интервью. Мы встречались с начальником трейдинг-деска по товаро-сырьевым рынкам. Но мы не договорились по условиям, по всему. Поэтому как-то Сбербанк отошел. Потом ко мне также пришел Headhunter и сказал, что вот ВТБ собирает новую команду. У них тоже был молодой начальник, Атанас Джумалиев. В общем, он собирал себе новую команду для товарно-сырьевых рынков. Ему нужны были именно русские, хотя он сам болгарин, у него паспорт болгарский. Почему русские? Потому что очень интересно. Потому что случился этот Крым, санкции. И проблема в том, что некоторые сделки, которые делает Россия здесь, не могли делать экспаты. Очень много экспатов, то есть европейцев, были наняты российскими компаниями. Но они некоторые сделки не могли делать. Им было запрещено европейским регулированием. То есть простой пример. Если вы работаете, например, в ОТБ, даже не в трейдинге, а просто в департаменте кредитования. У вас европейский паспорт. Вы не можете ничего подписывать, какие-либо займы Крыму. То есть банально это делать в принципе нельзя. Плюс огромное количество людей, компаний попало под санкции. Вы не можете никак с ними взаимодействовать. Хотя на территории России и СНГ они как бы свободны. Поэтому нужны были люди с российскими паспортами. И люди, которые умеют работать, знают, как работают в международной рынке. Потому что работа, она международная, она не зациклена внутри России. Поэтому позвали меня, позвали еще несколько других человек в другие отделы ВТБ тоже. Как бы вот так я в Россию переехал. Сейчас, наверное, будет вопрос про оклад. Вот это можно рассказать? Это не является коммерческой тайной? На какие условия тебя затащили? Я не могу сказать условия, потому что на самом деле я и в Европе подписывал нон-дисклосс. Другое дело, что вряд ли кто-то из Европы посмотрит этот ролик. Поэтому я вам все и говорил. Мне в принципе не важно. Там и не так важно. В России все подписывают о неразглашении. Особенно это важно, когда ты получаешь бонус. Понятно, почему? Потому что бонусы всем разные. Если ты вдруг расскажешь коллегам, какой бонус ты получил, они придут и скажут, что какого? Мне такой, а тебе такой. Я могу обтекаемо сказать, конечно, это вообще не проблема. Смотрите, первый, какой пакет переезда, я могу сказать. Мы договорились, очень интересно вообще, история, огонь. До этого я переезжал, мне арендовали квартиру. В ТБ сказал, мы не можем арендовать квартиру. У нас нет такого в этом. Но мы можем арендовать вам отель. Я говорю, давайте мне отель на три месяца. Хорошо. Хотя у меня была квартира в Москве, у меня же мама в Москве. Я три месяца жил в гостинице Украина. То есть очень хорошие условия, я считаю. Я жил в люксовом номере, шикарно. Квартиру не захотели, хоть в отеле пожил. Три месяца у меня, как Ричард Гир, помнишь, в фильме «Красотка», он тоже ездил, по отелям все жил. Перевезли все мои вещи. Они сказали, мы перевезем, оплатим переезд всех вещей. Поэтому я перевез все. Даже старый телевизор, который со мной ездил из Люксембурга в Германию, перевезла в Россию. Она за растаможку этот телевизор заплатила больше, чем он стоит в России. Да, но как они сказали, мы можем только перевезти. Ничего компенсировать не можем. Я сказал, хорошо. А никакие деньги мне при переезде не заплатили. В России это тоже делать нельзя. То есть вот такой вот типа бонус нет. Но мы договорились с руководителем, что это все будет не учтено в итоговой компенсации, которую они будут платить. Но мы так полюбовно с ним договорились, если хочешь понятийно. Какая вообще зарплата была, я сказать не могу. Но я могу просто сказать, какая зарплата у специалистов моего уровня платится в банках не только. Сбер, ВТБ, Газпром чуть меньше платит. Но вы можете рассчитывать на суммарную годовую компенсацию от полумиллиона до миллиона долларов. Долларов? Долларов, да. В год? В год. Да, ну суммарная годовая компенсация. То есть, короче, если взять там 750 тысячу, к примеру, на год, то это плюс-минус может быть такое, что человек неплохо. Может быть, да. Может это получать. Да, то есть, вот специалист такого уровня. Бывает кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше, да. Но это вопрос уже таких переговорных. В ТБ я поработал два с чем-то лет. Два года я получал бонус, а не два с чем-то лет. Я два, сколько-то там. Меньше двух с половиной, короче, я поработал. Бонус я получил за два года. Да, третий год я, который работал, я был уже без бонусов. Я сказал, что я уйду, как бы, бонусы платятся в марте. Ну, то есть, оплачиваются. А по результатам предыдущего года. Честно, друзья, я не знаю, что скажете вы, мне прям будет дико интересно почитать комментарии. Да я слышал, что я сказал, понятно, врун там на этот, на заработу на марафонах желания. Ну, врун не врун, тебя видят. Вот он с этой Блиновской вообще. Вот он весь день сегодня Блиновская, Блиновская, Блиновская. Марафон желаний, марафон желаний. Я хочу сказать, вот от себя хочу сказать. Вы даже не представляете, я даже в отчетном выпуске снимал вчера, меня это очень сильно, на самом деле, демотивирует. Я думаю, это многих людей демотивирует, да. Вот ты снимаешь, например, ну, ты хочешь какой-то честный такой контент, канал делаешь. Люди могут клепать какую-то отвратительную дичь, просто полнейшую дичь. У них будет дохрена просмотров и рекламодатели будут им давать деньги. То есть это на самом деле сильно демотивирует. То есть люди, какой-нибудь информационный контент, обучающий, снимать вообще невыгодно. Никто его смотреть не будет. А ты на него и время потратишь, и силы, и душа. Аппарат, конечно, серьезный. Мы, правда, на нем не ехали, я приехал на свои пузатерочки. Мы перемещаемся с вами на Сухаревскую. Это, по сути, центр Москвы, где у них расположен один из салонов. Всего изначально было открыто 7 салонов красоты, в которые Андрей, как говорит, вложил суммарно на все, про все 60 миллионов рублей. Как вам такое? На сегодняшний день, на момент съемки, он говорит, что функционирует реально 4 салона, 3 других были закрыты. В силу того, что где-то они не угадали с местом и так далее. Друзья, все подробности, как это выглядит, с чего они начинают, почему здесь, почему там, вот эти вот нюансы, детали, вы можете посмотреть у него на канале. Собственно, кому человек зайдет, будет интересен, пожалуйста, залетайте. Ссылки оставляем в описании, подписывайтесь. Ну, а сейчас мы отправимся к нему туда и спросим, Андрюха, нахрена тебе вообще какой-то салон красоты? Кто его на эту идею подбил? Для чего нужно во что-то вкидывать 60 миллионов, тем более, как ты знаешь, не разведав почву, закрыв там спустя какое-то время 3 салона? Зачем гадать, когда он стоит, ждет нас? Пойдемте с ним и пообщаемся. Раз, и я уже разделся. Вот так вот я умею. Ребята, смотрите, мы перемещаемся в салон красоты. Сегодня, в воскресенье, работа кипит. Слева стригут, причесывают, с правой стороны людям делают маникюры, педикюры. Сейчас нам Андрей все расскажет детально. Мы здесь делаем небольшую подводочку и после чего переместимся в рабочее пространство, где будет потише. Андрюх, сколько здесь непосредственно площадь? Площадь салона чуть больше 180 метров. Это салон полного цикла, то есть здесь есть парикмахеры, стилисты, визажисты, маникюр, педикюр, косметология. То есть полный цикл. Как давно вы его открыли? Этот салон мы не открывали, он работал до нас, мы его приобрели к себе в сетку, приобретен он был у нас чуть больше полгода назад. Мы сделали ребрендинг, поменяли там состав мастеров, что-то ремонт подшаманили, в общем, как-то вот так. Ну купив вот этот бизнес, скажем так, ты сюда заходил, сколько вот конкретно в эту точку денег залетело? 9,5. 9,5? Это при условии того, что здесь и раньше был даже? они же продают не бесплатно, это что-то действующий бизнес, совсем мебелью, совсем, то есть мы покупали. То есть покупка ушла 8,5, плюс миллион ушел переоснащение, новые расходники, потому что все расходники, ничего не было, поэтому суммарно вот 9,5 получилось у нас. Работаем с чем имеем, как ты правильно сказал, люди платят денежки, поэтому их тревожить не будем, лучше мы отдельно перейдем сюда. Андрюх, откуда вообще появилась идея заняться подобным бизнесом? Наверное, это очень, как сказать, не самая грамотная была идея с моей стороны, если честно. Давным-давно ко мне пришла моя знакомая, сказала, Андрей, она работала тоже в финансовом сфере, в банке, там что-то в кредитовании, она говорит, Андрей, вот хочу сменить направление, хочу открыть салон красоты. Она хотела изначально, чтобы я помог ей с одним салончиком, там деньги, в складчину, хотела открыть по франшизе. Мы что-то подумали, я так посчитал франшизу, посчитал, подумал, ну вообще, может нормальная тема, давайте сразу несколько откроем. Вначале мы работали, на самом деле, начали работать с одной из франшиз. Она вообще не особо известная, называть не буду, смысл в том, что она оказалась абсолютно бесполезная, и вот как-то из-за того, что никто не разбирался в бизнесе, вот так вот она туда погрузилась, тоже без опыта. Это была ошибка с моей стороны. Нельзя как бы отдавать операционное управление человеку, кто в этом не разбирается. Я, честно говоря, знаешь, на что клюнул, что если посчитать так со стороны вложений, чтобы открыть салон красоты, в принципе, небольшие. Мы покупаем салон, а так возьмем ну 100 метров в помещение, сколько денег надо, но чтобы сделать ремонт там какой-то, еще что-то, ну полтора миллиона. Да, вот полтора миллиона у вас готовый салон красоты. Но в этих ценах нет то, что вначале он будет убыточный, вы будете платить мастерам, админам за выход, вот это все, плюс расходник, который постоянно надо закупать, пока он раскачается и тому подобное. Поэтому это все я изначально не учел. Я думал, как бы, ну будет мне диверсификация, небольшие деньги, ну там будет типа 1200-300 мне капать, да, с пары салонов. Оказалось, что все не так радужно, да, что реально бизнес очень конкурентный, она что-то попробовала, попробовала, поработала, поработала, но в итоге пришлось поменять ее на умеющих, управляющих, так сказать. Писали люди, я вот в этом вопросе не разбираюсь, но один из самых таких вопросов, который набрал больше всего лайков к тебе, что ты привлек в этот бизнес свою невесту без пяти минут жену. А она типа в этом не разбирается, но какие-то решения принимает. Как есть на самом деле? Нет, Алюна вообще не связана никак с салоном красоты. Алена была управляющей в здании, который мы показывали на Алтушке, где мы были, она была управляющей там. То есть я с ней познакомился, когда приобрел здание. И дальше я сказал, не хочешь остаться, работать у меня. Вот так мы с ней как бы и познакомились. Вот так она из управляющих доросла. Нормально, да? Вот это не... А Алена сейчас стоит за спиной и как бы слышит. А у них на секундочку сегодня какое у нас число? 21-ое, наверное. 22-ое, по-моему, да. 22-ое, а у вас официально. Вот так вот, ребят. Алена, 2-ого часа отправлю смс с поздравлением. Сегодня пока рано. Слушай, ну вот на сегодняшний день вот так вот, допустим, 184 квадрата в центре Москвы, по сути, хорошее место, народ как бы есть. Сколько аренда за это помещение уходит? За это помещение аренда 370 тысяч рублей. Охереть. То есть чуть больше. Но если считать на метр, то это чуть больше 2000 за метр квадрата. На самом деле, аренда небольшая. Если пойти, например, вот мы сейчас на таком проезде, на Дайв Переулок, если пройти на основную улицу, то там аренда гораздо дороже. Потому что там мимо тебя ходит трафик, там аренда будет 4000 за метр. Сумма в абсолюте большая. На метр квадратный не такая большая аренда. 2000 за метр это комфортный аренда для салона красоты на самом деле. Вот за 6 месяцев, что он функционирует, он хотя бы начал вообще в плюс работать, чтобы какой-то опеку получать? Да, он работает в плюс. Он как бы, так это был готовый бизнес, он работал в ноль. Да, по факту. А с первого дня он стал работать в плюс. То есть у него есть с первого дня доходность. Вот в декабре, совсем недавно, декабрь, под Новый год все прически, маникюры, педикюры. Декабрь у него доходность была, дайте, честно тебе скажу, у меня есть табличка, я прям, чтобы не был голословен, а то, скажи, читаем, выдумывает, придумывает, поэтому вот у нас все есть, сейчас посмотрим. Вот видите, как ребята, человеку с водки тебе готовят, да, кто-то все присылает, это кто, менеджер у тебя? Ну, это Марина, с Мариной и бухгалтер у меня заправляют, заполняют, чтобы отчетность билась, одна другую проверяет, поэтому два человека заполняют мне эту табличку, я все вижу, какая у нас, где доходность, в каком месте. Значит, Сухаревка у нас, Сухаревка у нас в декабре 440 тысяч рублей чистой прибыли. Это уже, естественно, за вычетом всех вот оплат. Да, да. Это чисто-чисто твои бэки. Да, неплохо, да? Ну, в декабре хороший месяц, ну да, в целом, в целом, от салона должен выйти на где-то 400-500 тысяч в среднем по месяцу, по году. Вот эту аренду должен показывать не только в декабре, грубо говоря, не аренду доход, а остальные месяцы тоже. К этому как бы и стремимся. Андрюх, а как так получилось, что, например, некоторые точки, которые ты открывал, казалось бы, ты малость с головой, как мы сегодня выяснили, там просчитывать все умеешь, а некоторые открыли точки, а потом бац, там народа нету, это не идут, а зачем открывал? Как так? Я объясню, да. Подводишь в высшую школу экономики, люди смотрят. Дело в том, что в целом вот этот бизнес, ну, нужно его любить и им именно заниматься, все понимать, он довольно сложный, он высококонкурентный. Если бизнес недвижимости, вот здание купить нелегко, попробовать купить здание, да, конкуренции явно меньше. Этот бизнес, который порог входа, довольно маленький, то есть, сумма маленькая, многие девушки мечтают открыть, получается, что большая конкуренция, салонов много, все работают где-то возле нуля. Я думал, что, ну, что нужно сделать, нужно просто найти помещение с недорогой арендой, хороший дизайн, ремонтик, все остальное будет работать, а нет, нифига, да, там есть много маленьких подводных камней, как, например, там, трафик очень важен, важны именно мастера, да, нужен минимальный размер, то есть, салон 40 метров вывести в какой-то значимый, плюс мало, то есть, это все ошибки от неопытности, и не забывайте, что я, как ты говоришь, парень умный, но я абсолютно не продажник, да, я не знаю, как нужно продавать, это же тоже бизнес, который нужно продавать, а недвижимость, и вот все остальное, как бы, что мне денег приносит, это другого формата бизнеса, вот как недвижимость зарабатывает денег, ты улучшаешь объект, да, и ты пассивно его продаешь, то есть, выложил на ЦИАН, там, на Авито, люди сами к тебе идут, потому что им нужны площади, а ты сам за ними не бегаешь, здесь, это немножко другое, ты должен бегать за клиентом, по факту, таргетинг в Инстаграме, реклама в Директе, все вот это, для меня было все в новшество, я не знал, как вообще это работает, как все это продажи работают, поэтому мы, как сказать, ошиблись несколько раз, ошиблись пару раз, вот салон был у нас на Янгеле, например, трассиковое место, очень хорошее, но там контингент, эконом-сегмента, у нас бизнес-класс, наши цены были высокие, поэтому народу полно, но все приходили, говорят, мы хотим стрижку за 100 рублей, но у нас нет таких стрижек, извините. Слушай, ну вот получив этот опыт, если сейчас отмотать время назад, тут самый, мне кажется, лучший вопрос, начал бы ты еще раз вкладываться в этот бизнес, или вот имея опыт на сегодняшний день, ты сказал, ну нахрен? Давайте я честно отвечу, Марина обидится, если все вообще отмотать в ноль, нет, наверное, я не стал бы, объясню почему, потому что, ну, вот работают салоны, они денег приносят, сделать так, чтобы они приносили деньги, можно, но, поймите правильно, все сейчас зависит от управляющих, не от меня, то есть, это бизнес операционный, который держится на конкретных людях, персоналиях, то есть, просто войти как инвестор, крайне тяжело, здесь тоже много вариантов для воровства, для всего остального, а вкладывать силы, чтобы разобраться в этом бизнесе, как я хожу, разбираюсь там в стройке, в недвижке, сам хожу, решаю, где что будет, как ремонт делаем, не стоит, потому что не та маржинальность, то есть, вы, понимаете, вы свое время прикладываете, и должны ожидать какую-то маржинальность, то есть, даже если вбухать сюда прям очень много денег, вы не будете зарабатывать там 40% годовых, таких денег здесь, в принципе, нету, да, то есть, вот говоря о маржинальности, знаете, какая маржинальность в том бизнесе, ну так, если считать, ну порядка 10%, если все будет хорошо, оно будет 15% годовых, у вас маржинальность бизнеса, у недвижимости такая же маржинальность, но там она пассивная, и как бы не нужно бегать вот так вот, а здесь ты должен прямо вкалывать. Многим людям всегда интересно, тем более твоя профессия, ты, ну действительно, ты как бы профи в своем деле, каково это жить и работать в Европе, ты поработал в Люксембурге, ты пожил в Англии, ты пожил в Германии, вернулся в Россию, у тебя есть опыт, есть с чем сравнить. Вот расскажи, правда это, что там гораздо лучше, там комфортнее, многие же так говорят, вот в Европе хорошо, а у нас здесь оскорбляют, рашку говорят, плохо здесь. Короче, тут сейчас как бы позицию неправильно обозначить. Когда я был в Европе, я был худее на 10 килограмм, да, потому что я по выходным, плюс трейдинг, потому что в выходные ничего не работает, вот прям вот, я прям получал удовольствие, когда в пятницу все закрывалось, потому что в выходные ничего не работает. Не бежит никакие, я бегал полмарафона, ездил на велосипеднике. В целом, если говорить, как вообще работает за границей, должны понять, если вы работаете, то дни пока вы работаете, все равно, где вы работаете. То есть, вы находитесь только дома и в офисе, дома и в офисе. Вы никуда не путешествуете. То есть, я путешествовал по Европе, так же в свои, грубо говоря, каникулы, да, как-то отпуска, а не во время, пока я там жил. Поэтому, что говорить о качестве, например, жизни в Европе правда комфортнее. Комфортнее в том смысле, что, например, в Люксембурге, я жил рядом с работой, в Германии жил рядом с работой, там не было пробок, да, то есть, как бы, ездишь спокойно по городу без пробок. В целом, ритм жизни спокойнее, да, он похож не на Москву больше, а на Краснодар. Те, кто, вот, Краснодарский край, те понимают, о чем я говорю, там все помедленнее, все так поспокойнее, там и работники оттуда всегда ленили, если это можно говорить, да, из-за ритма жизни. Я чувствовал всегда себя там в гостях, да, это как вот, если ты приехал, ну, в хороший отель, к примеру, тут же отель хороший, все здорово, но я все равно чувствовал себя в гостях, в гостях, потому что, ну, мне казалось, некоторые вещи в Европе странными, может, сейчас меня люди не поддержат, но, к примеру, вот, я был в РВЕ, у меня мужики, взрослые, мои коллеги, там, он по 40, с гаком лет, все их мысли, все мысли, заняты о том, как, как заниматься велосипедом, какую резину поставить, какой багажник, там все это, их вообще больше ничего не тревожит, вы поняли, если вы думаете, их там тревожит Сирия, там какие-то мировые проблемы, или там собственные дети, их тревожит велосипед, да, вот те, кто конкретно меня окружал, они были прям повернуты на велосипедах, плюс некоторые вещи, мне в Европе по менталитету непонятно были, например, я арендовал, что в Люксембурге, что в Германии, квартиры у пожилых людей, да, у них огромное количество детей, что там, что там, у них были там несколько детей, там по 10 внуков, они их не видели вообще никогда, то есть они все живут такими отдельно, как бы для себя, если хотите, да, они ездили в Испанию у меня отдыхать, вот пожилые два человека, они ездили там в Испанию отдыхали, но для меня эта жизнь казалась всегда как будто, ну, бессмысленной, если хотите, что прозвучит пафосно, но мне казалось, в этом нет никакого смысла, поэтому в Европе картинка красивая, но в целом для меня она довольно пустая, если говорить, сейчас я ее перебью, Диму, если говорить о том, что обычно у нас жалуют, что у нас беспредел, беззаконие, там все строго по закону, да, там люди правда более пугливые, они больше соблюдают закон, но вы должны понять там, если у нас все решается вот так вот на вась-вась, да, там все решается просто через адвокатов, юристов, тому подобное, когда я, например, работал в Коммерсбанке, я пришел на ежегодный вечер, собрание, там всех работников, там как бы управляющие были работники, плюс совет директоров, я спрашиваю своего начальника, говорю, а кто это такие вот молодые ребята, там им по лет 25-25, говорят, это, говорят, в нашем совете директоров, я говорю, в смысле они что, это, они говорят, ну они там чьи-то дети, да, ну то есть, поймите правильно, там тоже есть богатые семьи, да, там просто нет семей маворишей, да, то есть у нас в России все богатые, это новобогатые, которые стали богатыми с 90-х годов, да, вот когда был передел, в Европе просто семьи старые, они как бы, они обеспечены, но они есть, и там нету такого, там никто не пытается тебе в лицо свой Феррари запихать, чтобы видели, что у меня есть деньги, но там есть расслоение, да, к вопросу, комфортно ли там жить, ну кому-то комфортно, мне было некомфортно, мне приятнее существовать в России у себя дома, да, потому что здесь не станет сложнее, это правда, не станет сложнее, но я чувствую себя как-то более полноценно, если хотите. Кому-то вообще нравится, вот у меня знакомый уехал в Новую Зеландию, еще вы знаете о Новой Зеландии, я о Новой Зеландии знаю только этот танец, который там, жених, не видели, это на ютюбе был ролик популярный, где там танец жениха, он там, это их национальный танец, кто там танцевал, посмотрите, погуглите. У меня была всегда идея фикс, что я хотел сумму в 9 нулей, что я должен закончить работу, когда я получу себе балансом сумму в 9 нулей. Это миллиард, да? Миллиард, 9 миллиард. Я получил эту сумму, и как бы подумал, что всех денег не заработаешь, понятно, что что такое миллиард для Потанина, ну как бы какая-то копейка, да, но это вечная борьба за деньги, того не стоит, вы будете вечно, кто-то будет всегда богаче, поверьте, кто-то всегда будет богаче и всегда будет зарабатывать. Вопрос, что нужно, как бы закрыть свои базовые потребности, а потом стараться заниматься тем, что вам нравится, да, вот я как бы так в недвижимости пришел. Мне нравится, что я делаю что-то реальное, да, что я сам определяю свои взаимодействия своим подчиненными, да, то есть пытаюсь выстраивать их честно, да, вот люди, которые у меня строительные, работают, они работали у меня изначально, откуда они появились, моя строительная бригада все, они мне работали на стройке дома, да, и хорошие ребята, которые мне нравились, я говорю, ну пойдемте работать на меня будем, и вот они на меня сейчас и работают, и я рад как бы, что, ну и их жизнь, кстати, поменялась к лучшему, и моя поменялась к лучшему, благодаря нашему взаимодействию. Андрюха, а можешь сказать вообще вот в целом за последний там месяц, два, три, ну вот в среднем со всех твоих бизнесов, какие у тебя плюс-минус вот доход такой ежемесячный, вот именно тебе уже как вот, я так скажу так, как физлицу, вот ты вот можешь чистыми денег получить, за вычетом всех расходов, насколько я знаю, у тебя кредитов нету. Кредитов нету. Друзья, хотя я хочу, счастливый человек. Я хочу взять кредит, мне не дают, не дают кредит. На данный момент объект недвижимости, все объекты недвижимости, которые у меня есть в аренде, приносят мне сейчас, в аренде точнее, в собственности от аренды, это 6 плюс 2, 8 плюс 5, 13 плюс 500, 13,5 миллионов рублей в месяц мне приходят с объекта недвижимости, да, ну там чуть больше добавить, ну 13,5 считать. Отсюда на налоги, у меня уходит на эти объекты недвижимости в месяц порядка 2 миллионов рублей, да, это налоги, да, если говорить о содержании, объекта недвижимости, то есть это там техники, арена, сотрудники, ну сотрудники только минимальные, которые нужны для содержания объекта, да, то есть это бухгалтерия, управляющие и какие-то техники, то это еще порядка где-то полутора миллионов, да, то есть вот в чистую совет, с объекта недвижимости приходит десятка, да, понятно, что эта десятка, она эфемерная, ну скажешь, вот 10 миллионов до хрена, да, она очень быстро растворяется, она растворяется, вот захотели мы сделать антресольку, как мы здесь делали, она мне обошлась в 20 миллионов рублей. То есть, как бы, хопа. Ну, мы сейчас покажем на складской части. Тысяча метров, как-никак. И 20 миллионов рублей у тебя туда материализовались. Так много, да. Ну, как-то вот так. Плюс есть, да, есть еще, у меня люди спрашивают часто, есть ли какие-то финансовые доходы у меня, да. Я могу сказать, что у меня раньше был, в принципе, портфель именно на финансовом секторе. Там были акции, облигации, фьючерсы, опционы. Я его постепенно, как бы, переводил в недвижку. То есть, я выводил деньги, покупал недвижимость. Сделано это было по двум причинам. Во-первых, инвестировать в недвижимость я начал еще до, собственно, пенсии, если хотите. Штука в том, что до этого у России было довольно вольготное законодательство касательно брокерских счетов. То есть, России было все равно до того, какие у тебя брокерские счета есть. Сейчас это поджимают. Сейчас все брокерские доходы тоже будут облагать. Они уже облагаются налогом, не ДФЛ. Где-то это двойной налогоблажение, где-то оплата на дивиденды налога, плюс здесь на прибыль. То есть, стало уже похуже. Поэтому я деньги заблаговременно, зная, как у нас законодательство меняется, я просто их стал забирать с биржи. Сейчас на самой бирже у меня осталась реально копейка. Да, я как бы не буду врать, у меня осталась копейка. У меня есть деньги, которые я отдаю людям в кредитование каких-то других бизнесов. Ну, то есть, в инвестиции, если хочешь. Они платят просто проценты. Там тоже есть деньги. Небольшая часть вот осталась, я говорю, на бирже, там в облигациях. Все. Основной доход у меня приносит именно недвижимость. То есть, основной доход. Касательно того, типа сумма баснословная, там все остальное, большая, ну, да, конечно, Блиновская, опять-таки, сказала, что это за хрень такая, я потрачу 200 миллионов на свой юбилей. Сумма большая, правда. Но вы должны понять одну вещь. Это только у инфобизнесменов, вот у вас, когда сумма появляется большая, вы себе покупаете Рос-Ройс, там еще что-то, еще что-то. А эти деньги, всегда есть какая-то цена денег. То есть, если ты тратишь на себя, значит, ты на эти деньги, во-первых, не зарабатываешь, да, то есть, ты уже как бы деньги вынимаешь, что не есть хорошо. Вы должны понять, вот, проблема трейдинга главная, что ты никогда не чувствуешь себя в безопасности, если хотите. Вот простой пример. Работая в Германии, у меня были коллеги, которые там в трейдинге 20-25 лет. И вот он, работая в трейдинге, как-то, когда я там был, вот этот год, 16, по-моему, я не помню, в Австралии на энергетике, они потеряли денег больше, чем заработали за все 20 лет в трейдинге. Представляете, что с человеком в голове? Вот я с ним рассказываю, он говорит, Андрей, ты не понимаешь, у меня получается, что я как бы ничего всю свою жизнь делать не умел. То есть, это просто мне как бы везло, а сейчас как бы все уравнялось обратно. Ведь, ну, многие говорят, что трейдинг там zero some game, то есть, ты в сумме должен ноль получить. Он говорит, представляешь себе, получается, я всю жизнь думал, что я типа огонь крутой трейдер, а сейчас у себя 20 лет, получается, типа я все, что заработал, я компания, я все просрал. Это для самовосприятия, на самом деле, лупит очень сильно. Проблема трейдинга, и, кстати, инвестиции тоже в том, что у вас нету накопленного, если хотите, важности, или накопленных достижений. То есть, у вас единственный показатель, это то, сколько денег вы заработали. То есть, если вы там 10 лет подряд зарабатывали деньги, а потом в один год все слили, то у вас накоплено ноль, понимаете? У вас нет накопленных достижений. Это не как девелопер, который строит дома, вот он построил 10 шикарных небоскребов, а последний говно. Но те 10 так и остались хорошими. Да, последний никак не повлияет на те. То есть, это такая работа, которая, ну, эмоционально, на самом деле, она довольно нестабильна, если хотите, ну, на мой взгляд. И мне хотелось делать как бы что-то реальное. Мне больше не хотелось играть. Вы должны понять, что есть определенная тоже игра в корпоративную этику. Да, это, например, в любой компании, неважно, финанская или нет, есть игра такая, называется «Горячая картошка». Это чтобы на тебе какая-то проблема не остановилась. То есть, если есть какая-то проблема, ей нужно переадресовать кому-то другому. Чтобы, типа, я все, я свою сыринь скинул, это на нем, на нем висит, поэтому она не сделана. И как-то тоже подстраиваться под конъюнктуру, все остальное, это есть. Если вы хотите как-то зарабатывать, хорошо двигаться по карьерной лестнице, это нужно делать. И от этого я реально, как бы реально устал. Я не хотел больше это делать. Оказалось, что я выполнил те свои желания, которые хотел, да, какую-то базовые потребности закрыл, и я хотел дальше как бы двигаться. У тебя есть вообще какие-то страхи? Вот, знаешь, многие люди живут. Я летать ходишь. Это не то что-то. Многие люди просыпаются утром. Страх потерять работу, потому что тут же деньги кончатся. Страх того, что что-то там пойдет не так с ипотека, опять то же самое, не сможет заплатить. Вот у тебя в финансовом плане хоть какие-то тревоги бывают, то что думаешь, блин, или как? Я понял вопрос, вопрос один интересный. Когда я работал по найму, хотя я понимаю, что ты описываешь, страх, что ты работу лишишься, и ты останешься без зарплаты. На самом деле у меня была большая уверенность, если хотите, когда я работал по найму, потому что я знал, что я хороший специалист, я найду работу, я без работы не останусь. Может, доход уменьшишь, но я без работы не останусь. Когда я стал сейчас работать как директор сам, у меня больше страхи и опасения. Я объясню почему. Потому что все может произойти. У меня огромная есть зона обязательств, если хотите. У меня, например, большой фод. Я не могу объяснить своим людям, что, например, вы знаете, все хреново, там ковид у нас, например, или, я не знаю, еще что-то пожар случился, здание сгорело, я вас всех увольняю. То есть мне придется так сделать. Вы понимаете, если, не дай бог, что-то, например, случится, мне просто штат сократить. Но это будет неприятно мне крайне, потому что я чувствую свою какую-то ответственность за это. То есть я, главное, вот как у меня в принципе есть, я не пытаюсь на других людей приложить собственные проблемы. Вот часто люди у меня деньги занимают, а потом мне говорят, Андрей, у нас там вот это случилось, мы не можем вот срок вернуть это. Я говорю, ребята, но мы же вот срок заранее обговариваем, а вы потом все это двигаете. Я стараюсь на других людей не перекладывать. То есть какие бы у меня ни были проблемы, кассовые разрывы, еще что-то. Вот если я с людьми договорился, что они тогда-то получат зарплату, или тогда-то я заплачу подрядчикам деньги, я стараюсь всегда это делать. А из-за того, что у тебя фронт обязательств стал больше, чем когда я работал по найму, у меня, как сказать, и такой, если хотите, тревоги, то же стало больше. Но главный плюс, что я больше не волнуюсь, что мне надо перед кем-то отчитываться. До этого я волновался, что мне будет стыдно перед кем-то. То есть я кого-то подведу. То есть если ты, например, потеряешь деньги на компанию, ты подведешь своего непосредственного руководителя. Ты в любом случае его подведешь. Сейчас я такого не волнуюсь, что я последний, я сам себя подвожу. Но тревога никуда не делась. Если ты думаешь, что люди, работая, платя ипотеку, они переживают, а если ты зарабатываешь большие деньги, ты не переживаешь, так же переживают. Мне кажется, вообще наоборот, люди у нас в списке, они волнуются еще больше. Смотрите, вот красивый работник, бригадир у меня работает, помощник Сергея Шулева, значит, пришел к нам в прошлом году, говорит, Андрей, мне срочно нужны деньги. Вы думаете, что случилось, что-то беда у человека, может ипотеку хочешь взять, что-то. Нет, компьютер для игр. В какую игру ты играешь? Сейчас уже веб-си. Ну а так, любимая какая? Нет, любимая игра у меня теперь. Да какой, хорошо. Ну я в Дэйзи играю сейчас. Чего? Дэйзи. Ты знаешь, что такое Дэйзи? Вожевалка там такая. Вожевалка? И что, ты хорошо, крутой? Ну пока нет, только груши научился есть. Короче, я к тому, что, видите, человек простые радости у людей. Он приходит и в выходные, он в выходные не работает, у нас в выходные заплачивает, но он не работает, потому что в выходные он человек играет. И сейчас мне говорят, я пойду постираться. Постираться он пойдет, я зайка, ты стираешься. Закинул и пошел сел. Так что вот так. Общение с Андреем у нас заняло целый рабочий день. Мы встретились, когда только взошло солнце, и разъехались, когда солнце село. Я не знаю, что получилось бы, если бы этот сюжет был бы на 40 минут. Друзья, я понимаю, что практически 2 часа, но я думаю, вам этот ролик был интересен. Андрей ведет несколько каналов. Один из них, канал Вокруг Скребко, это как раз канал про недвижимость. Второй, это Скребко Трейвел. Когда они куда-то отправляются на том самом Лексусе, и не только, они также снимают видеоблоги. Я ему говорю, Андрей, поснимай побольше видеороликов подобного формата. Расскажи в деталях про жизнь в Европе. Это же так интересно, ведь это там действительно хочется узнать, каково это там. Тем более у тебя такая сильная профессия, у тебя есть знания. Для многих этот ролик наверняка будет мотивационным. Особенно подобные сюжеты неплохо показывают детям, кому вот 15-16 лет или даже раньше. Потому что, как показывает именно он, знания в голове, это очень круто. И это дает тебе возможность, к 30 годам, вы вдумайтесь, заработать 1 миллиард рублей. Своими знаниями. В планах было также поехать на точку, где находится строительная компания, которая занимает строительство домов из леса. Мы ходили по зданию, ну, вы вдумайтесь, 7 этажей, 8,5 тысяч квадратных метров. Он про это здание, вот снимает ролики, там многосерийный фильм. Поэтому я постарался ужаться, но донести до вас наиболее интересную информацию. Последний такой момент. Вот прослушав тебя, мы так пообщались даже с оператором, блин, ну, действительно интересно, рассказываешь, человек-то интересный. Но при этом возникает вопрос, у тебя помещение, бабки, то, сё, пятое, десятое, ты сегодня смеешься над инфо-цыганами, ты сегодня смеешься над различными курсами. Вопрос. Я завидую. Есть ли у тебя? Всё, есть, есть реальный бизнес. Зачем YouTube? Нахер тебе YouTube. Тебе вот это зачем надо? Тебе что делать больше не хорошее? Иди работай дальше. Хороший вопрос. Значит, часть, часть моих знакомых думают, что YouTube у меня исключительно для того, чтобы потешить собственное тщеславие. Я думаю, что вы тоже так подумали на самом деле. Логика в том, что когда YouTube-канал создавался, если вы помните, он ещё по-другому назывался. Движ-за-недвиж. Движ-за-недвиж, да. Мы делали его с Гриш, партнёр, потому что он занимался, у него был продакшн свой, поэтому он отвечал целиком за создание материала, за канал. Идея была простая. Мы хотели сделать канал наподобие, можно называть другие, да? Что хочешь говорить? Твоё мнение, твоё слово. Мы хотели сделать канал наподобие рентоведа, это канал доходной недвижимости, чтобы мы через этот канал легче сдавали в аренду помещение, продавали объекты недвижимости через канал и потом как бы с помощью канала привлечь деньги людей, для коинвестирования в какие-то проекты недвижимости. То же самое, что делает час-орентовед. Да, это не реклама, просто, ну, реально, говорю как есть. Всё это пошло не так здорово, как мы хотели. То есть я промучился полгода, снимал контент, который мне не очень нравился, то есть мы снимали какой-то лайф, как я общаюсь с рабочими, мне это не нравилось. Подписчику у нас там что, пять тысяч мы наскребли, в общем, и я решил всё переформатировать, сделать её более информативным. Цель такая же на самом деле. Я объясню. Сейчас любой бизнес, операционный, вот как Слободской лес, салоны, держится на маркетинге. То есть самое важное, это маркетинг. Большинство, реально большинство компаний сами идут на YouTube. Они что-то снимают, платят блогерам, какие-то интеграции делают, одевают их свою одежду. Идея в том, чтобы каким-то образом продвигать собственные продукты через присутствие в медиа. То есть в этом основная идея канала. Но я не хотел делать это просто через какую-то лабуду, а чтобы канал был как-то информативен и, если хочешь, полезен. Поэтому я пытаюсь как бы честно рассказывать, что происходит в недвижке, что происходит там, что происходит с ям. Без красивой глянцевой картинки, видите, у нас нету там. Ну вот меня смотрит, например, тоже там Марина говорит, ну Андрей, ну вот нет такой красивой картинки там, как у Димы Портнягина, например. Ну правда ее нету, потому что я ее не придумываю, чтобы она вдруг случилась. Вот как есть у меня бизнес, то мы ее показываем. Я не говорю, что у меня нету бизнеса, у меня не офис Москва-Сити, поэтому я не хочу арендовать офис Москва-Сити, чтобы снять ролик, как будто бы у меня там офис. Понимаете? Поэтому цель, цель проста, это личный бренд, если хочешь. Личный бренд почему? Потому что люди тебя узнают, какие-то контакты, мне даже сейчас пишут в Инстаграм, говорят, вот Андрей, мы занимаемся тоже салонами, или вот у нас есть там недвижимость, или что посоветуешь там. То есть какие-то это развивает такой бизнесовый круг общения. Плюс к этому, как я еще раз говорю, реклама собственных продуктов, как вот строение деревянное, там салоны красоты, еще какие-то там, столярка появится, то есть вот такие, если хочешь шкурные, шкурные интересы. А монетизировать, изначально вообще монетизировать YouTube-канал, вот как вот реклама интеграции, грубо говоря, вообще не планировалось. Ну, конечно, у тебя доходы. Да, но доходы, но правда ради, я тебе могу сказать, вот те, кто смотрели прямой эфир, знают денег, на самом деле, если вот платить за интеграции, там, ну, собственно, рекламу, плюс монтаж, операторы, все остальное. Короче, мы все вокруг него стоим, все их тут сидят, да? Нет, нормально, я могу сказать, это уходит по поллямы в месяц, я это говорил, да, то есть на то, чтобы просто снимать. Понятно, если не рекламируется, будет чуть дешевле, но в целом, это денег сосет нормально. Поэтому сейчас, например, я ни в коей мере не отрицаю, что мне придет какой-нибудь в будущем, когда-нибудь какой-нибудь Asus или Acer скажет, прорекламируй мой ноутбук, ну что, я сделаю блок рекламы, пожалуйста, вот Acer, просто, чтобы он сам себя канал купал. То есть, ну, даже по 500 тысяч в месяц платить, прикинь, что это такое, 6 миллионов в год. так себе, конечно. Хобби. Хобби, да. Счастливие. Да. Еще хорошо бы, если бы узнал, блин, Андрюха на улице, руку пошли. Пока еще не раз? А, был один раз, был один раз, мы шли, поэтому по, как его, по торговому центру с Аленой подошел человек, привет, вот так еще обнял меня. Я думал, что, я думал, что это какой-то мой знакомый старик, который забыл, ну что там у вас, как там у вас свадьба, все нормально. да, мы ролик же поведителя, новогодний. Я говорю, да все нормально. Короче, друзья, подчеркну еще раз, что все твои контакты мы оставим в описании. Еще раз, если вдруг в процессе этого сюжета кто-то, где-то, его в чем-то заподозрил, пишите ему напрямую. Можете написать у нас в комментариях, но у тебя есть три канала, потому что ты это все разделил, у тебя есть вокруг скребкой, это про бизнес, трейвл, это про путешествия, кстати, про путешествия тоже неплохо, вот он на этом Лексусе ездил, я смотрел на Алтай, не все пока еще выпуски, но смотри, там длинный, там есть что посмотреть, и третий канал, третий канал Плотинская черта, это канал таких просто шорцев, как бы о стройках деревянных домов, это просто, если честно, это просто рекламный канал Слободского леса, поэтому мы снимаем красивые видео, где есть в конце бренд Слободской леса, то есть этот канал сделан под рекламу, но смотреть прикольно такие, ну вот ребята монтируют, я не знаю, ничего, короче, тем, кто хочет дома, позалипать, скорее всего, будет это интересно, поэтому переходите, подписывайтесь, мы тебе говорим огромное спасибо, что выделил время и провел с нами день, реально человек, ты знаешь, сейчас слово такое есть, как он, недушный, во, ты недушный, реально тебе говорю, тебе как харизма есть, приятно было общаться, поэтому я думаю, что вам этот сюжет был интересен, тем более, ну не каждый день реально так встретишь, что уж там не прими, залезть, как бы, ну интересно было, поэтому еще раз спасибо тебе, Андрюха, нам остается сделать выводы и подвести черту для этого сюжета, ну что, друзья, этот сюжет подошел к концу, встретились мы сегодня в 9 утра и вот время буквально 5 часов вечера, я надеюсь, это время просмотра для вас прошло не зря и вы что-то полезное, интересное для себя узнали, также ставьте лайк этому видеоролику, подписывайтесь на наш канал, потому что дальше будет больше новых сюжетов и интересных тем, до новых встреч, всем пока-пока.